English, motherfucker! Do you speak it? Дмитрий Юрьевич Петров Все! На этом мы Вот сразу разобрались Все! Вот тут как бы я думаю Это будет отправная наша точка Все! Дальше мы не идем Все! Кто хотел написать эти комментарии Вы правы! Вы правы! Дмитрий Юрьевич Петров бог! Он гуру всех языков в мире Он знает все языки И может их все прекрасно преподать Все! А я вам пожалуй просто расскажу Кто такой Дмитрий Петров Дмитрий Петров это очень известный в медиапространстве Полиглот который был переводчиком Синхронным у многих известных Людей то есть у многих известных политиков Это человек у которого Огромная фан база и даже среди моих подписчиков И даже среди моих знакомых очень много людей Которые действительно его поддержат И считают что он все делает хорошо И он действительно знает все языки о которых говорит Возможно это и так Я не знаю насколько я буду прав или не прав В своих суждениях я вам просто все покажу А вы уже решайте сами И перед тем как начать я хочу показать вам один небольшой отрывочек А у нас в гостях сегодня Липовый методист И лжеполиглот Дмитрий Петров Здравствуй Дима Приветствую Как вы поняли это сказано в саркастичном ключе То есть на самом деле они конечно же так не считают И это вообще попытка оправдаться на статью На ресурсе medium.com Признаться честно Дмитрий Петров был мне очень симпатичный Ровно до того момента как я прочитал эту статью Он очень харизматичный Он очень приятный Он умеет красиво излагать мысль И ты волей-неволей начинаешь ему верить Когда он что-то рассказывает Ты думаешь да действительно так оно и есть И в принципе В принципе Некоторые вещи которые он говорит действительно Не такие уж и глупые Но после прочтения этой статьи У меня просто пелена упала с глаз И я в принципе снимаю это видео для того Чтобы скорее рассказать об этой статье Так как мое видео это просто верхушка айсберга Если вам интересно и хочется узнать все более подробно Вы можете сразу же это видео закрыть И прочитать статью Статья отвечает полномасштабно на все вопросы И предоставляет все возможные факты И незаслуженно мало людей о ней знают И ее вообще читали Как мне кажется аргументы там Железобетонные и просто неопровержимые Поэтому обязательно прочитайте статью По ссылочке в описании И на самом деле саму статью Они тоже вскользь упомянули Это я процитировал заголовок с сайта Medium.com Честно говоря я был несколько шокирован Потому что привык что тебя называют Ну вплоть до языкового евангелиста А тут значит такое Это несколько освежает Причем это не статья А целая диссертация Там даже про меня есть Что ты меня использовал как литературного афроамериканца Для написания На цепи сидел Да то есть как вы видите Они так вскользь Очень весело Очень забавно Такие ха-ха-ха Что ж там за глупость такая Что ж там за такой бред написан Совсем все нелогично Они решили прийти к оправданию тезисов Которые были приведены в этой статье И на самом деле очень забавно Как же они пытаются вот так вот избежать этой статьи Как они пытаются ее обсмеять Как они пытаются выставить ее Совершенно несостоятельной Мы решили поговорить с автором этой статьи И в течение всего видео Вы будете видеть Что автор этой статьи Думает по тому или иному вопросу Конечно же Все выкладываю с разрешения автора Автора статьи зовут Дмитрий Паремский И вот что он нам рассказал о себе Он лингвист Специалист по функциональной Когнитивной лингвистике Выпускник института филологии КНУ Имени Шевченко В дальнейшем продолжил обучение И защитил диссертационное исследование В русле критической лингвистики Попутно Когда было свободное время Изучал методы преподавания В результате чего Получил сначала Селта Потом Делта Добавлю что обучение После КНУ продолжил во Франции Которая славится своей Традицией функциональной лингвистики Давайте посмотрим еще один отрывок Из этого интервью Ну вот скажи мне пожалуйста Представим что я тебя не знаю 13 с половиной лет Вот какой человек В здравом уме В твердой памяти Поверит Не зная тебя Что ты можешь За 4 дня За 16 уроков Ввести человека В чужой иностранный язык И заставить его говорить Вот назови главную причину По которой этот человек Не должен считать тебя шарлатаном Я думаю что каждый человек Который услышит Такое заявление Должен считать меня шарлатаном Единственное что Такого заявления Я никогда не делал Это народно-журналистская Интерпретация Изучение некоего языка За 16 часов Да ни за сколько часов Язык выучить нельзя Я говорю об этом так 16 часов Это время достаточное Чтобы ознакомить с языком Представить базовую структуру Этого языка И научить Не бояться его Я думаю что надо С детского сада Воспитывать навык Идти искать первоисточник Никто ни разу Не слышал и не читал В моем исполнении Слов что за 16 часов Можно выучить язык Везде в первых же фразах Я говорю о том Что процесс обучения Делится на модули По 16 академических часов Но чтобы опровергнуть этот тезис Я предлагаю обратиться к статье Естественно Петров категорически Отрицает свою причастность К этой мысли Списывая ее на народно-журналистскую Интерпретацию И призывая обращаться К первоисточникам Однако Даже при такой Манипулятивной тактике Петрова и его собутыльника Ждет неудача Петров врет Поскольку сообщает Фактически неверные сведения Воспользуемся советом Первоисточника И откроем страницу 11 Вышеупомянутой книге Петрова Полиглот 16 уроков Цель урока Научить вас говорить по-английски Чтобы в той или иной мере Научиться понимать Быть понятым И самое главное Избавиться от страха Который у многих Тормозит всякое желание Объясняться на языке Достаточно Нескольких дней Что это как Не ввести в язык И заставить говорить Другими словами Петров уже договорился До того что Опосредованно назвал Шарлатаном Сам себя Но чтобы элементарно Научиться Понимать людей Быть понятым И самое главное Избавиться от страха Который У многих Тормозит Всякое желание И возможность Объясняться на языке Я уверен Что для этого Нужно не более Нескольких дней И еще один вопрос Каким способом Это Вер Жи пишет Каким способом Можно быстро И легко Выучить немецкий язык Насчет легко Не знаю Но быстро можно Ну в принципе Я могу предложить Если человек Только начинает Допустим Посмотреть мою программу Где я преподавал Немецкий язык Не самый простой язык Людям которые Абсолютно были далеки От языков Это люди творческих профессий Но тем не менее У них это Достаточно неплохо пошло Ну и на сайте Центра Петрова Который тоже можно считать Как первоисточник Говорится Изучение английского И других языков За 16 уроков По методу Дмитрия Петрова Основывается На нескольких важных принципах Ну и в принципе логично Он же этого не говорил Это просто написано Никаких Ну вот английский За 16 часов Допустим у тебя Называется Программа Полиглот Да Но это Это не мои слова А И Я не владелец Этого продукта Я Приглашенный Телеведущий Этой программы Я даже Я не принимаю решения И Книги Которые Выпущены По мотивам Этой Телевизионной передачи Они не принадлежат мне Я не имею К ним Не отношения Ну ты же мог Хотя бы рекомендовать Как-то уточнить Это же Все-таки Это делалось Это делалось 150 тысяч раз Ты пытался говорить Да Я каждый раз Пытаюсь И мне приходится Уточнять Многократно И единственное Что я могу делать Это лично Говорить И призывать Тех кому интересны Мои слова Искать Мои слова Написанные Сказанные Петров продолжает Врать Его утверждение Фактически неверно Ведь именно он Выступал автором Упомянутой книги А также других книг В рамках серии Его имя И фото Были размещены На их обложках Там же было указано Что Петров Единоличный Их разработчик Именно он Во многочисленных интервью Заявлял о неком Несгораемом запасе Который за 16 часов Якобы Сформируется у учащихся Более того Концепцию телеуроков Также придумывал он Открещивание От своего сомнительного Наследия Спустя столько времени Выглядит жалко И некачественно Для того Чтобы сформировался Несгораемый запас В частности языка Требуется Мобилизовать себя На ограниченный Временной срок Одна из первых задач Которые вы должны Себе поставить При изучении языка Это умение Рассказать о себе На английском языке Именно из диалогов О себе и формируется Несгораемый запас Который упоминался В предыдущих уроках Уделяя изучению слов Всего несколько минут в день Через короткое время Вы увеличите свой Несгораемый Словарный запас А за сколько времени Можно выучить язык Иностранный Вот минимальный Потому что все Многие говорят Ну это всю жизнь Как мы учим русский язык Всю жизнь Это же наверное не так Ну если мы говорим О совершенстве То никогда Совершенство Это понятие философское Элементарный уровень Я не знаю такого языка Элементарный уровень Которого нельзя было бы Освоить за пару недель Но это элементарный А все-таки Это продвинутый уровень Это годы Продвинутый Нет Это не должно превышать год Никогда Даже если мы Говорим Скажем О уровне ведения бизнеса Это никогда не может быть Дольше года Даже если мы не будем Брать во внимание То что Петров Все-таки говорил И писал о том Что за 16 часов Можно выучить язык Хоть косвенно Но говорил Для изучения продвинутого уровня Это все равно Очень-очень мало Если мы говорим О реально продвинутом уровне Ну хотя ладно Давайте обсудим Это немножко попозже Но для начала Давайте поговорим о том Сколько же языков В принципе знает Петров Потому что на канале Культура Он проводил Очень много уроков Касательно разных языков Поэтому давайте Послушаем Что же сам говорит Петров Про то Сколько языков он знает Есть 7-8 Основных Европейских языков С которыми я постоянно работаю Как переводчик Как преподаватель Ну и наберется Два-три десятка других Которыми я Ну могу Владеть В той ситуации Когда это необходимо То есть что Все выучили эти языки За несколько занятий Вот те Вторая категория языков Совершенно верно Самые быстрые Недели достаточно Для любого языка Вы посмотрите А учит-то он эти языки Не больше недели То есть Не больше недели Ему достаточно Чтобы Как он говорит Просто погрузиться в язык И узнать его на каком-то Базовом уровне Хорошо Хорошо Давайте дальше посмотрим Есть несколько языков С которыми я могу Работать вполне профессионально В качестве преподавателя Переводчика Это основные европейские языки 5-6 европейских языков Есть 7-8 Основных Европейских языков С которыми я постоянно работаю Перед тем Как показать вам другие фрагменты Я все-таки хочу обратиться К статье Потому что этот момент Там тоже был разобран Из этого короткого фрагмента Становится понятно Что Петров Якобы профессионально Владея несколькими языками Затрудняется сказать 5 их или 6 Хотя что 5, что 6 Не такие уж и большие величины Чтобы в них запутаться Особенно если речь идет О рабочих языках Что может указывать на то Что он в который раз лжет Расплывчатым характером Своих ответов Традиционно оставляет себе Поле для последующих маневров В Википедии сказано Что вы читаете на 50 языках И имеете дело каждый день С 8 из них Это с английским Французским Итальянским Испанским Немецким Чешским Греческим И хинзи Да тут можно сказать Что в Википедии написано неправильно И это все вранье И это вообще не он писал Но он этого не отрицает Поэтому однозначного ответа На сколько языков нет Но если исходить из нижней планки То есть языки На которых я могу хотя бы читать И понимать Но это порядка 60 У меня есть опыт работы С английским, французским, испанским, итальянским Немецким, чешским Ну в меньшей степени С греческим и польским Да с английским, французским, итальянским, испанским, немецким, чешским, греческим и хинзи С английским, французским, испанским, итальянским, немецким, чешским Ну, в меньшей степени с греческим и польским. Также еще есть статьи, в которых написана следующая информация. Разговаривая с человеком, который знает 37 иностранных языков, чувствуешь себя дремучим двоечником. Благодаря своей методике Дмитрий выучил больше 30 языков. Дмитрий Петров – это лингвист, который знает 30 из них. И да, действительно, и в статье это указано, и вообще, в принципе, в интернете нет каких-то доказательств, что Петров говорит хотя бы на половине из тех языков, о которых он говорит. Ну, на самом деле, я лично нашел только одну запись. Опять же, она была предоставлена в статье. Я думаю, что каждый человек, каждый человек, он полиглот. Потому что мы уже имеем язык для родителей, для детей, для друзей, для друзей, для коллеги. Это механизм, который мы также можем использовать. И да, честно, говорит он неплохо. И я даже скинул эту запись своему одногруппнику-мексиканцу, он нейтив, да, и получается, он сказал, что на самом деле говорит Петров неплохо. И даже он сказал, что очень хорошо, потому что у него правильная грамматика, у него правильно подобраны слова, и лексику он, в принципе, использует правильно. Но, если мы послушаем более внимательно то, что он говорит... Можно предположить, что то, что мой одногруппник принял за сложные слова, на самом деле, наверное, является именно словами интернациональными, потому что у него там есть. То есть мы, даже не зная испанского языка, можем что-то послушать и понять, что примерно означает предложение. Но, опять же, это не отменяет того факта, что на этом языке он говорит. И говорит, в принципе, уверенно. Да, с акцентом, как сказал мой, опять же, одногруппник. Да, там, с паузами, но, тем не менее, говорит. И здесь мы к нему претензий быть не можем. Но всего лишь один вопрос. А это точно уровень синхронного переводчика? Он же говорит, что испанский – это его рабочий язык. Вот я, как синхронный переводчик… Ты переводил кому-то из крупных государственных деятелей, может быть, главам государства? Да, я переводил и Горбачеву, и Ельцину, и Путину. Но это были эпизодические такие истории. То есть, знаешь, как журналисты иногда любят обобщать. Там я видел пару упоминаний, что я был личным переводчиком. И личным переводчиком я ни у кого не был, но и переговоры, и телемосты в синхронном режиме я переводил. А с Путиным при каких обстоятельствах? Последний раз это был, по-моему, президент Исландии. То есть, это был разговор с глазу на глаз. Я с ними общал, помогал им общаться. Именно так синхронные переводчики должны разговаривать на языке. Потому что, как я, насколько знаю, сколько я видел синхронных переводчиков, они говорят практически идеально на языках. Особенно те, кто работают рядом с президентом, рядом с политиками. Он не говорит, что он личный переводчик президента. Но, тем не менее, он говорит, что он переводил для него. А это, я вам скажу, очень сильно нужно постараться, чтобы туда попасть. На этот вопрос мы ответим чуть попозже. А я все-таки хочу опровергнуть его некоторые слова. Он утверждает, что за 16 уроков вы будете введены в язык и получите какую-то основную информацию. Далее вы, конечно, можете развиваться, развиваться, развиваться. Но если вы хотите достичь продвинутого уровня, то это не должно превышать больше года. То есть, получается, что если вы больше года занимаетесь и не достигли продвинутого уровня, то, значит, проблема в преподавателе. И вот на создание такой методики универсальной, может быть, в каком-то смысле, более компактного, более интенсивного изучения языка, меня натолкнуло чувство гнева и глубокого неудовлетворения, а также обиды за миллионы соотечественников, которые учат, учат, и не всегда, далеко не всегда довольны своими результатами. И он, знаете, так очень мягко намекает на нашу современную систему образования. Даже не то, что на нашу систему образования, а, в принципе, на учителей, на репетиторов, на какие-то курсы, вообще, в принципе, на людей, которые обучают языку. Он так очень мягко, в своей такой приятной манере говорит, что, ну, нужно, чтобы все было компактно. И ведь, знаете, а мы ведь можем это проверить, потому что он сам не раз утверждал, что перед тем, как провести серию передач на канале Культура, он до этого китайский не знал. И китайский он учил, ну, как он говорит, три месяца, четыре месяца, несколько месяцев. Ну, хорошо, пускай даже четыре месяца. Первые языки ты назвал. Понятно, ты их раньше сдал, ты им учился, преподавал. Ну, китайский. Добрый день. Сегодня мы еще поздороваемся по-русски. В последующие дни будем делать это на китайском языке. Это вообще не хамство изучать, преподавать язык, который ты сам вот месяц всего лишь изучал. Это было хамство, я признаю и раскаиваюсь в этом. Но не жалею. По поводу китайского языка, я хотел уточнить, сейчас действительно модно детей учить китайскому языку, и есть ряд причин для этого. Вы советуете, наравне, допустим, с английским, изучать еще и китайский? У меня есть такое наблюдение, потому что мне пришлось достаточно быстро знакомиться с этим языком для того, чтобы сделать телевизионную программу. Это было единственное языков, которым я никогда не занимался до того. За сколько вы им обладели? Я занимался очень усиленно, 4 месяца. Язык, с которым мне довелось сталкиваться, был язык, который я специально учил для телевизионной программы. Это был китайский язык. Я занимался им 3 года назад. И сколько времени у вас пошло? 3 месяца. Многие из ваших мыслей и эмоций я тоже абсолютно разделяю и разделял, когда решил поехать в Китай и немножко освоить этот язык. Это произошло очень недавно. Буквально несколько месяцев назад я впервые занялся этим языком. Но, по идее, с его блестящей методикой он должен был как-то ввестись туда на таком уровне, чтобы уже преподавать. Ну, давайте посмотрим. И опять же, чтобы как-то дискредитировать методики преподавания китайского языка, он сыпется вот такими вот фразами. Если кто-то все-таки решит им заниматься или своих детей направить на эту стезю, я бы советовал начинать с фонетики. Потому что я знаю, когда стал интересоваться этим вопросом, что многие, кто 2-3 года учат китайский язык, уже знают по тысяче иероглифов, но не умеют говорить. То есть, все-таки с фонетики, да? Но на самом деле, я вам скажу так, это давно не секрет. Во-первых, я вам скажу так. Я начал учить китайский язык в университете, и там же мы учили его комплексно. То есть, мы учили звуки, мы учили слова, мы же учили черты сразу же, мы же учили иероглифы. То есть, все это было комплексно, да? Но опять же, это университет, там у нас было 3-4 пары в неделю даже на первом курсе. Ну, там разного китайского, но тем не менее, мы там по-разному учились писать и так далее. Но при этом, при всем, у нас была отдельная пара фонетики, на которые мы учились ставить звуки и так далее. То есть, ясное дело, что нужно начинать с фонетики. Это, в принципе, в любом языке нужно изначально понять, как говорить тот или иной звук, чтобы вас правильно поняли. То есть, это, да, действительно так и есть. Но, во-вторых, сам Петров, я бы не сказал, что очень сильно дружит с фонетикой. Давайте посмотрим примеры его китайских уроков. Мы произносим слово. Например, он. Это. Та. Ребят, вы можете проверять как угодно. Вы можете спрашивать у любого китайца. Вы можете спросить у любого преподавателя. И они вам точно подтвердят мои слова. У Петрова полностью отсутствует придыхание. Он говорит неправильно. Этот звук должен звучать не как та, а как та, та. Там придыхание. Дмитрий Юрьевич, давайте я вас научу кое-чему. Я вам покажу, как мы учили фонетику у нас в университете. Да и вообще, как, в принципе, учат фонетику в разных школах и в основном наши преподаватели. Это можно делать с простым листочком, можно делать с шариком. С шариком веселее, так можно работать с детьми. Итак, что мы делаем? Мы берем вот так вот его в руки. Я даже вот так вот повернусь для вас. Мы его вот так вот берем. И когда произносят китайский звук, да, тот, который, допустим, вы сейчас сказали, ц, ц, у нас, точнее, китайский слог, у нас должен листочек колебаться. То есть должно быть ТА, 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 ТА. То, что вы произносите, это ТА, 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 ТА. Вы видите, нет ничего. А вот ТА, 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 ТА. Он должен колебаться. Листочек должен шевелиться. Это как раз-таки тот сильный поток воздуха, который выходит у вас изо рта. Это называется придыхание. У вас его нет. То есть он сейчас говорит совершенно другое слово. Он говорит не он, он говорит большой. Нет, даже не большой. Что он говорит? Вешать на, сооружать, поднимать вместе, соединять, соприкасаться, ездить на. Ну, то есть смысл совершенно другой. Улавливаете? Слово май, май. А чем он отличается от восходящего? Май. Если бы я сказал май и остался наверху. А здесь я май. Третий тон, он опять же произносит не совсем правильно. В принципе, это может быть небольшая придирка, но все же, когда мы произносим третий тон, нам нужно уйти прям в голосовые связки. Нам прям нужно задействовать голосовые связки, прям их опустить максимально. Как этот тон преподают в университете? Берется вот такая вот типа таблица, и тут имеется в виду, что вам нужно опустить максимально ваш голос, а потом его поднять. Да, то есть должно получиться ТА, ТА, или как он говорит МАЙ, МАЙ, МАЙ. Должен прямо уйти в голосовые связки. Нужно очень сильно опустить голос. Опять же, это придирка, но это ошибка человека, который в принципе в фонетике еще не разобрался до конца. Потому что он говорит МАЙ, 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 МАЙ. Две разные вещи, согласитесь, совершенно две разные вещи. Читаясь это ЧУНГО. Дифтонг О, он тоже произносит неправильно. Это слово звучит как ЧУНГО. У него же оно ЧУНГО. Опять же, совершенно неправильная фонетика. Здесь, опять же, неправильно. Звуки И и А, они произносятся как Э. ЦАЙТЕНЬ, ЦАЙТЕНЬ, ЦАЙТЕНЬ. И там должно быть два четвертых тона. У него же там четвертый и первый. Хотя на доске написано правильно. Но говорит он ЦАЙТЕНЬ, ЦАЙТЕНЬ. А должно быть ЦАЙТЕНЬ, ЦАЙТЕНЬ. Тоже неправильно. И тоновая система. Тоновая система достаточно сложная. Сложное явление и далекая от привычных нам языков. Но посильная, доступная. Поэтому я подошел с той же позиции, с какой подходила к другим языкам, с которыми был лучше знаком. Хотя сам Днитри говорит, что тоновая система доступная. Но как-то, видимо, у него не получилось. Не получилось. Ну хорошо, давайте дальше. Теперь. Вэй Ай Ган Бэй. За любовь. Вэй Ай Ган Бэй. Или как получается? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Я слышал, что у китайцев нет такого тоста. Хороший. Тут тоже не совсем так. Во-первых, есть такая песня. Вэй Ай Ган Бэй. То есть, по идее, такой тост есть. Во-вторых, песня это песня, но в реальной жизни говорят не совсем так. В основном говорят. Вэй Ла Ай Цинь Ган Бэй. Но опять же, это тоже придирка. Я, честно, просто я ни разу не слышал, когда мы там с нашими китайскими друзьями пьем, они обычно говорят полностью. Возможно, для нас иностранцев. Но суть в том, что он даже не знает, что так говорят. Вот в чем дело. Чанггон. Ну, гонг это вот что-то связано с делом. Помните? Да. Гонг зо. Это работа. Это тот же знак. Тоже полная чушь. Чанггон и гонг зо. Вот такие вот два разных иероглифа, которые означают совершенно разные вещи. Это просто бред. Во-вторых, у звука чь тоже есть придыхание. Абсолютно то же самое. Где придыхание? И вообще, почему мне кажется, что он кривляется? Посмотрите вот на эту фразу. Не, ну можно пойти дальше, в принципе, и вообще вот так вот начать говорить. Ему вообще насрать, что звук произносит неправильно. Просто, блин, поймите меня правильно. Я не считаю, что учеников нужно поправлять после каждой ошибки. Но нужно хотя бы показать, как правильно. А правильно он показать не может, потому что он не знает. Для него они, ну, прочитали что-то там, смысл примерно ясен вроде. Окей, пофигу, нормально, сойдет. Небольшое пояснение. Я имел в виду вот этот вот звук. По идее, это слово произносится как чьи, чьи, чьи. Но она произносит его как ку. Ку какое-то. Непонятно, откуда взятое. Говор. Жители Пекина и вообще вот эта северная часть. Китая. Там они еще добавляют вот после этого. Н там. Диэн. Р такое. И диэн. Опять же нет. То, что он только что рассказал, называется эризацией. Да, действительно, это есть в Пекине. Это вообще есть на севере. Я живу там как раз таки, где этот говор популярен. Да, где им пользуются. И это должно делаться не так, как он сказал. И диэн. Диэн. Как-то так. Это неправильно. Должно быть диэн. Диэн. То есть, там вместо иэн меняется на я. И последний звук, он тоже убирает сюда тот эн, который там в конце. Звук н, 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 н. Он убирается. Получается дяр. И дяр. И дяр. И дяр. Я отклинусь вам. Хотите верьте, хотите нет. Если ты возьмешь любой урок Петрова, кликнешь вот так вот на рандомное место, да, любой урок, ты там найдешь ошибку. У меня было то же самое, потому что там была просто немыслимая чушь, причем которая была еще написана внизу. Как так вообще? То есть, он хорошо 3-4 месяца занимался китайским, и вот это у него получилось. Это очень плохо. То есть, у него уровень, ну, если вам вот это что-то говорить, А1, А2. Ну, вот реально, А1, А2. Конечно, там телевидение, там все по сценарному, и я это все прекрасно понимаю. Там даже были разговоры с китайцем, но как разговоры? Китаец говорил, а он говорил что-то вроде, Йоу Исы, Мы Йоу Исы. Если сделать аналогию с английским языком, то это, представляете, вам говорит американец там что-то там. Йоу, yeah, man, this is very important things, and you should remember that, because this is very, very, very common mistake. А вам Петров отвечает, understand, not understand. Вот-вот как это, потому что он, видимо, не знает, как задаются вопросы Йоу Мэй Оу Исы. То есть, там проблема в том, что он, я так понимаю, что даже не понимает, что говорят китайцы. Скорее всего, съемочная группа как там помогает. Есть сценаристы, там переводчики, я не знаю, или же китайцы переводят самостоятельно. Короче, мне очень трудно сказать, но я просто вижу, что человек китайского не знает совершенно. Совершенно. Кстати, а знаете, почему он говорит-то про говорение, а не про иероглифы? Потому что сам иероглифов он писать не умеет. Он написал всего один иероглиф, Чунго, который, да, и совершил там ошибку даже здесь, в самом простом иероглифе. Вот, ну, для примера. Угадайте, что это означает? Да, ошибка не смертельная. Да, ошибка не серьезная, но она есть. И это показывает то, что у него нет даже минимальных знаний. То есть, такие вот мелочи, они показывают твою профессиональность, показывают то, насколько хорошо ты выучил базовые вещи. У него вместо одной черты получается две, что тоже неправильно. Поэтому вместо этого приходят китайцы и пишут за него иероглифы. Ну, вот так вот, ребят, вот так вот. То есть, понимаете, вам нужно потратить не больше года, чтобы у вас получился продвинутый такой нормальный язык. То есть, ну, вот, как у Петрова. Он три месяца потратил, конечно. Ну, ребят, это очень плохо. То есть, он не понимает язык, он о нем не говорит. Он на нем не умеет читать. Он умеет просто о нем рассказывать. Он выучил какие-то правила, какие-то основные моменты. То есть, возможно, я даже могу предположить, что он прочитал одну книжку какого-нибудь Кондрашевского или же, возможно, Задоинка. Не знаю, возможно. Потому что, по сути дела, многие пятиклассники лучше произносят звуки, чем он. То есть, ну, это реально очень плохо, ребят. Реально. Без шуток. Но, однако, он свою методику противопоставляет школе и говорит вот о таких вещах. И вот на создание такой методики, универсальной, может быть, в каком-то смысле, более компактного, более интенсивного изучения языка меня натолкнуло чувство гнева и глубокого неудовлетворения, а также обиды за миллионы соотечественников, которые учат, учат и не всегда, далеко не всегда довольны своими результатами. Более того, одна из причин, почему вот этот компактный модуль, который я предлагаю, состоит из 16 академических часов, это символ. Дело в том, что средний гражданин Российской Федерации, да и окрестных других стран, тратит на изучение иностранного языка в жизни 16 лет. Ну, посчитайте сами, школа, высшие учебные заведения, какие-то курсы, у кого-то аспирантура, у кого-то частные занятия. 16 лет. Это же колоссальный объем времени, и за это время, конечно, надо успеть добиться не только успехов в том языке, который вам предлагается в системе образования, но и выучить 2, 3, 5 языков, хотя бы на каком-то базовом уровне. Как вы относитесь к учебникам, по которым учатся в том числе дети, может быть, взрослые, которые пытаются учить самостоятельный язык? Почему многие методики оказываются неэффективными? Дело в том, что методики, учебники пишут профессиональные филологи и лингвисты, которые в быту общаются между собой с такими же профессионалами и забывают, что учебниками пользуются обычные люди, дети и взрослые, которые не являются филологами, и которые могут не понимать страшные словосочетания типа морфологическая, семантическая структура или present continuous и так далее. А ведь многие выпускники школ, все, что помнят об английском языке, это названия вот этих глагольных форм. Не понимаю, откуда они берутся. То есть я исхожу из того, что надо давать набор максимально практичных и прагматичных алгоритмов, которые позволят не когда-то через месяцы и годы, а прямо сегодня-завтра начинать говорить. И да, да, пожалуйста. А в школе разве не так начинают учиться английский? Нет. Не знаю, расскажите мне. Я не на немецком сидел, поэтому... Нет, дело в том, что, естественно, все эти формы, это не то, что я вот только что придумал. И решил так. Это то, что объективно есть в английском языке. Просто обычно, во-первых, это дается очень разрозненно. Да. И не объясняется соотношение. Да, да. То есть, когда нет единой объемной картинки... То есть по методике Петрова вы будете говорить вот так. А знаете, что еще? Знаете, что еще самое интересное? Знаете, кто самый популярный ученик Петрова? Мутко. И это не шутка. Действительно, Мутко – это ученик Петрова. Петров занимался репетиторством. Это... 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 Это очень показательно, ребят. Это... Я, опять же, ничего не имею против Мутко. Я не хочу над ним смеяться. Я действительно считаю, что это было сложно и так далее. Но, ребят, это показатель. Это показатель. Опять же, еще немножко про его произношение. Знаете, какие гениальные советы он дает, чтобы улучшить свою фонетику, да? Чтобы улучшить свое произношение. Очень хороший способ погрузиться в фонетику другого языка – подражать носителям языка, как они говорят на твоем родном языке. Вот когда послушаешь, как говорят носители английского языка, уже понимаешь, каким образом ты перестраиваешь свой ручевой аппарат. Если мы захотим говорить по-французски, у нас возникает такой хоботок, верхняя губа и нос немножко удлиняются. И мы начинаем делать сюда ударение на последний слог. И вот это вот все такое... Вот это все играет. Если мы говорим по-немецки, то напрягается гортань. Напрягается гортань. А здесь фантазия. Мы знаем, я хочу выучить русский язык. Дальше. Итальянский язык. Это практически русское произношение, но гораздо более четкое, гораздо более детально. Все. Дикция, дикция. Испанский язык – это можно говорить, не открывая рот. Просто вы говорите по-русски, как вы обычно говорите, но не открывая рот. То есть, слушаем, как испанцы говорят по-русски. Я, например, определяю это по слову «спасибо». Вот «спасибо» или «спасибо». Слушайте, ну я такой херни даже в КВН не видел. Но это чушь полнейшая. Ну вот серьезно. Именно поэтому у него получается вот такой вот «неменьхао». «неменьхао». А это чем-то мне напоминает вот этого парня. Поговорим немного о произношении. Начните с простого. Фра. Блэр. Сплэш. Прополощ. Траблаблдил. Зная все эти приемы, вы с легкостью сможете пребывать в штатах. То есть, он не говорит на языке, он просто думает, что говорит на языке. Ребят, ну это супер тупые советы, реально. То есть, таких советов, ну я не знаю, они ненормальны. Такого быть не должно. Причем, вы, наверное, думаете, да это просто для выступления. Он сказал, нет, вот, пожалуйста, на его личном сайте это как бы мануал. Конечно, там есть еще разные советы, но это просто апофеоз, ребят. Обратите внимание, как говорят по-русски англичане. Спасибо. Французы. Спасибо. Испанцы. Спасибо. Итальянцы. Спасибо. Немцы. Спасибо. И все остальные. Понимаете, в своей демонстрации преподавания китайского языка он показал ее полное незнание. Он вообще не понимает, что там происходит. Это как пятиклассник, который не до конца выучил деление в столбик и вышел к классу рассказывать. И запутывать класс еще больше. То есть, я понимаю, я ненавижу аналогии, но, ребят, это именно это и есть. За три месяца выучить язык невозможно. То есть, с китайским мы разобрались. Что касается остальных языков, также есть статейка про его немецкие уроки, что там тоже куча ошибок, очень многое устарело. То есть, он немецкого, по идее, тоже не знает, да не понимает, как его преподавать. А если мы обратимся к статье, о которой я говорил раньше, то есть, на Medium.ru, там тоже можно найти много чего интересного. А румынский знаешь? Румынский я когда-то молдавский знал. А это разница там есть, да? Сейчас уже говорят нет. То есть, здесь он говорит, что он знал румынский когда-то, а здесь он не может его угадать. У меня есть еще один вопрос, который я хотел бы задать. Я являюсь носителем одного диалекта, скажем так, и мне было бы интересно, если я по одной фразе вам скажу, смогли бы вы примерно определить регион, где используется этот диалект, и к какой языковой группе это относится. Я специально выполнил самые простые выражения, но... Это действительно ваш родной язык? Да, действительно мой родной язык. И я бы хотел такой тест, если вас это, конечно, не смеет. Да, 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 да. Да, да, да. Окей. Моя салу дико, я сказал, что я не лошу лопатник, а рутзамбеш. Еще раз. Перейдем к следующей фразе? Нет. Моя салу дико, я сказал, что я не лошу лопатник, а рутзамбеш. Это каркасский язык. Ошибка. Минус бал. Ну, да, коборкару на гатяск. А, ну да. Слушайте, это супер. Нет, у меня гидеш вон. Я вам хочу показать одного человека. Его зовут Убер Маргинал. Можете относиться к нему по-разному, но то, что этот человек хороший лингвист, у меня не вызывает никакого сомнения. И вот, что он сам говорит про то, на скольких языках он может говорить. На каких языках говорит обделенный женским теплом? Не знаю. А, это про меня. Ну, говорю я только на русском и на английском, на самом деле. То есть, еще на нескольких читаю медленно. Не со словарем, без словаря могу, но медленно. Медленно. Потому что мне надо, если немецкий, французский, в принципе, если сильно поднапрячься и много времени дать, и будет очень нужно, могу и на иврите даже. Но мне для этого надо очень много времени, потому что, ну, если в немецком и французском мне просто надо вспоминать слова, что они значат конкретно в том или ином языке, значит, то, ну, иврит, сами понимаете, там другая письменность, мне надо вспоминать побуквенно. Мне надо вспоминать, какая буква какая, потому что у меня этого перед глазами нет. Нет, я не носитель языка, я не учил специально иврит. Я просто примерно помню алфавит, могу его из памяти у себя вынуть. Если будет очень нужно, могу прочитать что-то на иврите. Но я бы не полагался на свои знания вообще ни в каком языке, кроме русского и английского. То есть, он честно говорит, могу говорить только на русском и английском. С остальными как-то вот не очень. А вот теперь посмотрите, как маргинал играет вот в эту игру. Так, ну чё, давайте угадывать эту хуй. Что тут у нас? Норвежский. Индостанский. Наверное, он тоже Индостанский. Это португальский. Я не знаю, это может быть эстонский или рван-де-рунди, я понять не имею, как они оба звучат. Пусть будет эстонский, нет, рван-де-рунди. А лингважные не сепараты от ума? Нет, португальский. У человека настолько обширный базовый запас знаний об этих языках, он может их не учил, может быть на них не говорил, но он знает. Опять же, там можно сказать, что он это сделал по методу исключения, но тем не менее, он знает три языка, которые там есть, а там не самые простые языки, да? А Петров, который учил румынский, действительно учил румынский, он его не смог угадать. Ну то есть, лично как по мне, это показывает, что Uber Marginal знает хорошо два языка, но тем не менее, он учил и другие, и знает их структуры, и понимает, как они звучат, понимает, как они работают. Петров же, говоря, что он знает 60 языков, то умеет на них писать, читать, он даже не может определить румынский. То есть, ну это, это очень странно. То есть, он говорит наугад. Да, возможно, есть какие-то малейшие знания, и то непонятно. То есть, опять же, неизвестно, постанова это, не постанова, но, то есть, я вам просто хочу показать контраст. Еще я обожаю вбросы Петрова, о которых он говорит постоянно. Например, вот это. Как избавиться от языкового барьера? Прежде всего, надо разобраться, что это такое. Ведь барьер – это то, что стоит на пути, и то, что необходимо устранить, чтобы идти дальше. Когда говорят о языковом барьере, обычно подразумевают что-то загадочное, зловещее, непонятное. Попробуем разобраться. Дело в том, что одни люди называют языковым барьером свою неспособность высказывать мысли на иностранном языке, даже если этим языком владеют достаточно неплохо. А другие, наоборот, жалуются на то, что могут без проблем высказывать свои мысли, но ничего не понимают, когда говорят им. Что же объединяет первый и второй типы языкового барьера? Пожалуй, что причина здесь исключительно психологического характера. И, конечно, есть способы устранения этого барьера, которые объединяют всех людей, которые с ним сталкиваются. Прежде всего, это необходимость добиться определенной степени релаксации, то есть избежать напряжения, которое мешает и говорить, и воспринимать информацию на слух. Важно ведь не просто выучить какое-то количество слов и понять грамматику. Важно снять вот этот тормоз, внутренний блок. Допустим, когда я обучаю синхронных переводчиков, они, как правило, уже знают язык достаточно прилично. Я начинаю с того, что учу их дышать. Дышать? Потому что люди, которые связаны с каким-то публичным выступлением, это касается не только переводчиков и не только вообще ситуации с иностранным языком. Часто испытывают некое торможение, некий блок в определенных частях тела. Поэтому вдох, выдох снимают вот это напряжение. Это похоже тому, чему учат вокалистов. Снять вот эти зажимы, открыться публике. То есть синхронный переводчик, который садится в кабинку для синхронного перевода, чтобы выполнять очень тяжелую, очень напряженную работу, должен прежде всего снять вот это напряжение, чтобы то, что он будет выполнять, а это очень специфический процесс, проходил достаточно плавно и комфортно для него. Вот этот эмоциональный фактор, он часто проявляется в физическом теле. Еще один навык, которым я обучаю студентов, для того, чтобы они не только переводили, а просто свободно говорили на языке. Это свободное дыхание. Чтобы избавиться от языкового барьера, нужно расслабиться и научиться дышать. Замечательно. Ну, я, опять же, я понимаю, как это можно контраргументировать. Ну, Петров на самом деле понимает, что нужно выучить очень много правил, слов и так далее. Но еще ко всему нужно, нужно просто научиться дышать, нужно расслабиться. Если вы будете зажатыми или если вы будете нервничать, вы ничего сказать не можете. Ну, ребят, если бы он это имел в виду, он бы это и говорил. А он говорит, что это чуть ли не первостепенное, понимаете? То есть, ну, это не так. Язык ведь это не только набор каких-то слов и грамматических правил. Это состояние души. Это определенный угол зрения, под которым вы видите окружающий мир и людей, с которыми общаетесь. То есть, это то, что снимает вот эти внутренние блоки, дает комфорт, состояние некого нового измерения, в которое вы входите, начиная изучать новый язык. А как этого состояния достичь? Есть у вас какой-то секрет авторский? Ну, попробую поделиться. Прежде всего, когда мы думаем о своем родном языке, мы не вспоминаем какие-то правила, сколько в нем падежей, как спрягаются глаголы. Для нас это определенное состояние души. Это краски, это ощущения, это эмоциональное отношение к людям, с которыми мы общаемся на этом языке. Нечто подобное мы можем воспроизвести и в другом языке. То есть, с самого начала мы должны найти некий ключик, я называю это такой эмоциональный пин-код. То есть, что в этом языке, на котором я хочу научиться говорить, на котором мне предстоит общаться, что я вижу в нем позитивного, что позволит мне в этом новом измерении чувствовать себя комфортно. И, конечно, очень важно пользоваться нашим воображением. То есть, мы не должны запоминать новые слова просто как набор каких-то букв. Для нас это должно быть некое понятие, которое обладает цветом, запахом, вкусом. Ну, например, если мы запоминаем слово lemon, мы должны представить, насколько он кислый, насколько он желтый. Если мы запоминаем слово house, мы должны обязательно визуально представить себе какой-то дом. И то же самое касается практически всех слов. В этом случае слово становится объемным, а только объемная структура может надолго сохраниться в нашей памяти. Вот по поводу не путает. Как сделать так, чтобы языки не перемешивались, если это несколько языков, и дети маленькие, да и взрослых, наверное, такое бывает. У вас, кстати, бывает такое? Вместо одного слова может прийти другое, в этом нет ничего страшного абсолютно. Как, если это вызывает проблему, как от этого избавиться? Язык должен обязательно быть связан с какими-то ассоциациями. Допустим, для меня это цветовая гамма. У меня каждый язык определенного цвета. Но это не значит, что мои цвета будут совпадать с вашими. У вас английский какого цвета? У меня зеленовато-серый. Но у вас может быть что-то совершенно другое. Интересно. Язык должен обладать вкусом, цветом, запахом. В этом случае он становится объемным, живым. И мы перестаем воспринимать его просто как буквы, написанные на доске или в учебнике, как нечто живое. Потому что язык – это живой организм, который распространяется в том числе инфекционным путем, как все живые организмы. Нужно как-то войти в язык, какие-то образы. Как это поможет? То есть, опять же, чистая цитата. Чтобы выучить слово лимон, грубо говоря, нужно представить, какой он кислый, какой он желтый и так далее. Это никак вам не поможет выучить язык. Выучить слова тем более. То есть, это абсолютно антинаучный бред. Этого нет. Такого быть не может. То есть, это одно с другим никак не связано. Надо сказать, что мы говорили про менталитет. Очень интересные наблюдения можно сделать, сравнивая различия в национальных менталитетах и различия в языках соответствующих народов. Я заметил, например, пару таких интересных примеров могу привести. Скажем, в языках стран с менее стабильной экономикой, например, Южная Европа, Россия, во всех этих языках существует слово «надо». Ну, казалось, что «надо» — одно из основных слов, которые мы используем. Но это слово абсолютно невозможно перевести на английский язык. Вот английский наверняка большинство изучали или знакомы. Как по-английски сказать «надо»? Никак. Никак. Такого слова нет. Почему? Какая связь с экономикой? Дело в том, что слово «надо» по-итальянски есть такое же, по-гречески, не предусматривает субъекта, который отвечает за выполнение действия. То есть, когда мы говорим «надо построить дом». Надо. Нужно отремонтировать мост. Нужно. А по-английски мы можем только сказать «я должен» или «ты должен», «мы должны». То есть, сразу указывается субъект, с которого потом можно спросить. Этот кусочек уже был разобран в статье, но я все-таки тоже скажу немножко от себя. Видимо, Петров не знает, что такое безличные предложения и пассивный залог. То есть, я не могу сказать, да, что «bridge should be constructed». Я так не могу сказать, да. То есть, это не одно и то же. Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Вот эти вот ухмылочки, вот это его поведение, оно помогает расположить к себе. То есть, вы такие смотрите на него, ну да, смешно, прикольно. Он харизматичный, я не спорю, он очень милый в этом плане. И на него действительно приятно смотреть, потому что он такой добрый, без защиты, но в душе это не так. Дмитрий, еще вот у меня такой есть вопрос. Почему, когда выпьешь, сразу прекрасно ты говоришь на иностранном языке, на любые темы, и про экономику, и про политику, и про искусство, а когда отрезвый, то как-то все так вот оно забывается. Вот единственный аналог, который позволяет не спиться, и для этого говорить свободно, это некоторые упражнения, которые я позаимствовал из йоги. Это вдох и на выдохе снятие вот этого напряжения по всем точкам, где оно может возникать. Примерно такой же эффект имеет как раз бокал вина или рюмка, чего покрепче, но по известным причинам, может быть, вот эти дыхательные практики, они очень хорошо снимают напряжение. Это как-то нужно представлять, что... Представлять надо, да, мы визуально поднимаем дыхание и на выдохе опускаем его и находим те точки, которые у нас могут быть в напряженном состоянии. Находим и сбрасываем. Да, и на выдохе снимаем это напряжение. Во всяком случае, меня это всегда выручало, и многих, кому я это посоветовал. Что за бред? То есть здесь речь не о психологии, да, идет? То есть, когда ты выпьешь, ты просто меньше стесняешься. Почему пьяные люди ходят с голой жопой, им без разницы, а? Потому что у них уровень стыда упал, да? Потому что им уже пофиг, что о них скажут. Почему пьяные люди творят разные вещи такие непонятные? Уровень защиты, уровень самосохранения упал. Здесь то же самое. Ты выпил, ты не стесняешься говорить, не стесняешься совершить ошибку. Вот в чем дело. Поскольку слов в день, вот конкретно, вы бы рекомендовали? Я бы рекомендовал слова не учить вообще. Учить, например, стихи или песни. Просто отдельные слова, они не запоминаются. Мы все слова в родном языке запомнили только в контексте каком-то. Мы не учили в русском языке там слово «стул». Мы учили сесть на стул, отодвинуть стул и так далее, принести стул. Должен быть некий элемент текста, но пусть это будет четверостиши, пусть это будет пословица, пусть это будет какой-нибудь афоризм известного человека, который вам понравился. То есть, некий элемент информации, который надо освоить за сегодня. Ой, ну очень спорно, очень спорно. Мысль, опять же, хорошая, но это очень спорно. Учить стихи или же учить строчки из песен, чтобы выучить одно слово? Ну фиг знает. Ну очень спорно. Вы же знаете, что стихи и песни, они иногда рушат грамматику, чтобы сохранить ритм, да? С текстами? Ну с текстами я вот вообще не знаю. Учить тексты это очень странная штука. Пересказ текстов я еще могу понять. То есть, делать пересказ текста, используя те самые слова, которые вам нужны. Это я еще могу понять, но учить тексты я не вижу никакого смысла, честное слово. Вообще, у китайских преподавателей есть такая методика. То есть, вы учите полностью текст, и потом вы как бы запоминаете те грамматические конструкции, которые были там использованы. Ну, возможно, конечно, но как по мне, это очень такое себе. Очень такое себе. Математика это то, что во всем сущем нашей Вселенной существует какая-то структура, какая-то система. А любая система вычисляется, определяется, формулируется. В языке есть вполне математические величины. Во-первых, объем словаря. Многие говорят, вот я что-то слова плохо запоминаю. А много ли надо знать слов, хотя бы на базовом уровне, чтобы говорить на языке? На это уже лет сто назад дан очень четкий научный ответ. По статистике, признаваемой всеми лингвистами, 90% слов, которые мы используем в повседневной речи, разумеется, повседневной, это порядка 350 слов. 350 слов. Охватывает 90% нашей речи. Кстати, интересно, что 90% слов, которые мы используем в разговорной речи, независимо от языка, на котором мы говорим. Это примерно 350-400 слов. Не требуется феноменальной памяти, чтобы это освоить. Статистика, которая достаточно стабильна в течение последних лет 100, говорит о том, что 90% нашей разговорной речи, повседневной речи, охватывает порядка 350-400 слов. 350-400 слов, это 90% нашей устной речи. Немного. Немного, да. Для того, чтобы опровергнуть этот тезис, давайте вновь обратимся к статье. Петров регулярно озвучивает публично. Есть базовый словарь, состоящий из 300-350 слов, которые охватывают 90% нашей речи. Именно эти слова, по всей видимости, и подают на занятиях школы, рассказывая о частотности и 90%. Конечно, это ложь. Например, по данным одного из создателей аудиолингвального метода, американского методиста Роберта Ладо, который он изложил в книге «Преподавание языка», словарь минимум составляет для говорения 2000 слов, для чтения 7000 слов, для аудирования письма 3-4000 слов. А сейчас блок будет связан полностью с английским. Но перед этим я хочу сделать такой промежуточный итог. Что мы выяснили? Дмитрий едва ли говорит на остальных языках, о которых заявляет. Да, может быть, на испанском. Но это ни в коем случае не его рабочий язык и не уровень синхронного переводчика. Потому что пауз у него очень много. Очень много. То есть остальные высказывания, которые он говорит в отрыве от обучения языку, то есть про матрицы, про ключики, про язык это вкус и так далее, и цвет, то есть это тоже полный бред, не имеющий никакой связи с обучением. То есть это просто вода, которую он льет на каждой лекции, чтобы заработать, скажем так, очки. И вроде пофигу, да, да как нравится на немецкий, на китайский, ведь мы же сюда пришли, потому что нам нравится изучать английский, нам интересно, что ты, Кирилл, скажешь про его английский. Напомню, этот человек утверждает, что он синхронный переводчик. Работал с Путиным. Не личный переводчик Путина, но работал с Путиным. Да, я переводил и Горбачеву, и Ельцину, и Путину. Но это были эпизодические такие истории. То есть, знаешь, как журналисты иногда любят обобщать. Там я видел пару упоминаний, что я был личным переводчиком, и личным переводчиком я ни у кого не был, но и переговоры, и телемосты в синхронном режиме я переводил. Давайте я для примера покажу то, как разговаривает синхронный переводчик в Министерстве иностранных дел. То есть, это просто пример. Но один из тех, которые я смог найти, это вот. То есть, она говорит очень хорошо, у нее прекрасное произношение, прекрасная грамматика, ну и все в таком роде. То есть, действительно, вот это уровень синхронного переводчика, который работает в Министерстве иностранных дел. Да? Хорошо. Окей. Давайте посмотрим на то, как разговаривает Дмитрий. Если вы хотите использовать фильмы для тренировки, для тренировки, вы должны посмотреть фильмы в русском, с голосом. В русском. Это должен быть фильм, который вы хотите увидеть снова. Но без голоса. Да. И после того, чтобы увидеть фильмы в русском, вы можете увидеть фильмы в английском, без субтитров, без текстов, без голоса. Потому что вы знаете сюжет, вы знаете историю, вы знаете, кто персонажи. Вы знаете, кто персонажи. Да, иногда. Ну, вы знаете, кто персонажи. Ну, интересно, интересно choice. Что вы думаете о Гоблин? Он имеет две версии от переводчика. Взлочная переводчика. И нормальная. И нормальная, и правильная. Правильная. Так что, если вы хотите учить английский, вы должны увидеть правильную, правильную переводчика, не правильную переводчика. Ну, это лучше, чем в русском, но в лучшем случае, в лучшем способе, без текстов, без текстов. Just to see the eyes, to see the faces. You can see different versions of English, because they are all used, они все используются, they are all used. And in movies, in contemporary movies, they use all kind of dialects and accents, including Russian accent, and any accent in the world. The more, the better. The more variety, the more diversity. Ребят, хоть убейте, это не уровень синхронного переводчика. Вообще нет. Ни капли. У него довольно сильно русский акцент. Да, давайте сразу, сразу скажем, я говноед, чмо, который говорит тоже очень плохо, у меня ужасный акцент, у меня присутствуют точно такие же ошибки, как у Дмитрия. Это правда, я сейчас без иронии говорю. Действительно такое есть. Я действительно, у меня действительно, у меня действительно не самое лучшее произношение. Но мы сейчас говорим не про меня. Я не заявляю, что я вас научу за 16 часов. Я не заявляю, что я синхронный переводчик. Я не заявляю те вещи, которые могут привести ко мне клиентов. Я этого не делаю. Я просто делал какие-то видосы, грамматические на русском языке, да, то есть делал какие-то там веселенькие видео про сленг и так далее. Вы приходите сюда не за тем, чтобы потом записаться на мой курс. Вы приходите сюда просто порофлить и может быть где-то в чем-то разобраться, если вдруг, ну, я могу помочь им как-то разобраться. А вот у Дмитрия, который по его словам работает с синхронным переводчиком, очень много ошибок, которые встречаются именно у новичков. Чтобы сказать по-английски я люблю, I love. Здесь он очень сильно делает глухой последний звук. Получается не I love, как я люблю, I love, я смеюсь. И вроде можно было бы сказать, да это он просто так один раз оговорился. Ну, типа, ты тоже говоришь, Кирилл, когда, допустим, какие-то слова объясняешь, говоришь, допустим, не friendly, а friendly. Такое же бывает, оговорился просто. You love означает, ты любишь или вы любите. Will not. Will not love. I will not love. You will not love. Что мы будем иметь? Я живу. I live, you live, he lives, she lives. Ребят, это происходит постоянно. И не только на этом слове. Ну, например, приходить, come. Я прихожу, I come. Я приду, I will come. Ты придешь, will you come? Здесь, опять же, никакого придыхания. Come, come, come. В английском языке есть небольшое придыхание, не такое жесткое, как в китайском, но оно тоже есть. Почитайте артикуляцию звуков. У них есть придыхание. А вот типа того, у них еще тоже есть какой-то the same. Sort of. Road. В прошедшем времени утверждение. То есть я писал или я написал. Road. Так и звучит. Road. Искусство у нас art. Dollars, rubles. Их можно почитать, они имеют количество. Здесь у него, опять же, слышится звук R, да, то есть русский. Не R, а R. Опять же, можно сказать, что он просто оговорился и так далее. Но мы не можем как-то это подтвердить или опровергнуть. Я смотрю вот на уроке, потому что нет монолога, где бы он что-то говорил. Понимаете, что-нибудь сложное, осмысленное и так далее. Я говорю, да, на таких простых примерах, но даже здесь я вижу определенные ошибки. То здесь используется слово as. Стало такой же хитрый. She is as, когда такой же, как что-то, говорят, as, as. Вот с этим вот as то же самое. Ребят, вы же знаете, да, что as это жопа, а as это как? У него же слышится as, as, as. И он не говорит ученикам, знаете, могут произойти всякие проблемы и так далее. Он об этом ничего не говорит. На связи, in touch, как говорят по-английски. Ну, очень, конечно, сильное заявление, что так говорят по-английски. Ну да, опять же, придираюсь, но тем не менее, in touch, чисто по-русски. Don't see. Don't see. Don't see this film. Some people said. Some people said. Don't see this film. Some people said. Что, люди сидели где-то или что? То есть тут не я придираюсь к акценту. Тут объективные проблемы с произношением. Это когда вместо слова think вы говорите sing. Вот что думает автор статьи насчет фонетической компетенции Петрова. Например, с точки зрения фонетической компетенции, того, как преподаватель артикулирует звуки иностранного языка на примере английского, понятно, что Петров подготовлен слабо, поскольку сам совершает ошибки, которые характерны для приступающих к изучению английского языка русскоязычных студентов, испытывающих на себе явление интерференции, влияние родного языка. В этом свете, конечно, об исправлении фонетических ошибок слушателей, которые потенциально могут привести к непониманию сказанного имя, речи не идет. Другими словами, Петров совершенно безразличен к качеству звучания своих студентов, на что справедливо указывала известный российский языковед Дина Никуличева в своей книге «Говорим, читаем, пишем лингвистические и психологические стратегии полиглотов». Петров пытается оправдать небрежное произношение обилием региональных произносительных норм английского языка в Англии, США, Канаде, Австралии, Сингапуре и так далее. Однако при этом, как отмечает упомянутая исследовательница, добавляет к этому многообразию нарочито русское произношение и интонацию, что в будущем будет затруднять студентам понимание беглой речи на странном языке. Выражаясь в духе определенной части интернет-пользователей, можно сформулировать это следующим образом. Свой баг Петров выдает за фичу. И причем в меня можно кинуться фразой, мол, Кирилл, ну хорошо, вот ты на него так наезжаешь, ну посмотри на Лаврова, посмотри на Лаврова. Да, он говорит с хорошей грамматикой, да, у него все правильно, но какой там ужасный акцент. Мы можем только relying на то, что люди говорят и на то, что люди делают. И это очевидно, что в обморожении обмороженной администрации вибрация, за какой-то причем, начали строить в Вашингтоне против нас много лет назад, долго раньше украинского хрисса, долго раньше или что-то еще, что сейчас считается как проблем в русско-мериках отношениях. The Operation Peace Spring was not endorsed by Russia, foreign policy, and back to Churchill about the United States always doing it right after they tried everything else. Россия had its own pussy riot moment. What do you think of Donald Trump's pussy riot moment? Well, I don't know, I don't know, whether this would... English is not my mother tongue, I don't know, whether I would be... I would sound... I mean... decent. There are so many pussies around your presidential campaign on both sides, that I prefer not to comment about this. Oh my goodness, I wasn't expecting that. I'm going to tell you that. Yeah, действительно, у Лаврова есть акцент. Yeah, действительно, у него очень хорошая грамматика. Yeah, действительно, он может выражать свои мысли и при этом звучать, может быть, как-то не очень аутентично, то есть он звучит очень по-русски. Даже у него есть там проблемы, тоже он говорит interesting и так далее, то есть у него г на конце слышится. Я могу это признать, да, но, ребят, Лавров не синхронный переводчик и никогда им не был. Это абсолютно две разные вещи. Лавров это министр иностранных дел. Главная задача министра иностранных дел это хорошо знать язык и решать вопросы, связанные с политикой, да, то есть вопросы, которые затрагивают международные отношения. У него нет задачи звучать без акцента, у него нет задачи проговаривать правильно все звуки. У него главная задача донести свою мысль, донести правильно, используя правильное слово, чтобы оно точно ударило в цель. У него нет задачи звучать как американец. То есть вот в чем разница. Лавров министр, он не синхронный переводчик. Причем все его синхронисты говорят идеально. Вот в чем дело, ребят. Это две разные вещи. И здесь это даже невозможно сравнивать. И опять же, как я повторюсь, акценты произношения это, конечно, плохо, это ужасно, но там есть и другие грубые ошибки. А как спросить, с чего ты взял? Что, а? С чего ты взял? Why did you take it? Да, с чего это не означает слово что? Это означает почему ты так думаешь. А why did you take it? Когда мы, у нас возникла некая фраза, мы хотим ее выразить. Нам надо не думать ни по отдельным словам, знаю это слово, нет. А какую я мысль? Если я спрашиваю, с чего ты взял, на самом деле я спрашиваю, почему ты так думаешь? И как это спросить? Что же без тебя? Why did you think? Да, why do you think? Why do you think? Why do you think? Это почему ты думаешь, а не почему ты думаешь так. Why do you think so? Должно быть. Ошибка, ребят, ошибка. И он ее никак не исправил, и даже не исправили на монтаже, потому что они так делают иногда. Ну, я не знаю, ребят, давайте дальше посмотрим. А как сказать, как бы это сказать? How? Это уже как, не как бы, это вопрос. How? How can I say it? How can I say it? То есть это нельзя как паразитом сказать. How can I say it? Никто не говорит. How can I say it? Это означает, как я вообще мог такое сказать, что за ужас. Чтобы нам сказать, как это сказать, мы обычно говорим what do you call it? То есть как ты это называешь, так говорится. Или же можно сказать how do I say that? Так тоже можно. Это, конечно, более дословный перевод, но я очень часто слышу именно what do you call it? What do you call it? what do you call it the person who likes to eat sweets, I don't know, something like that. То есть what do you call it? What do you call it? То есть вы поняли, да, можно, конечно, сказать how do I say that, но ни в коем случае не how can I say that. Это неправильно. Опять же, можно до меня докопаться и сказать, ну и чё, все же поняли и так же все понятно. Да ясное дело, что все поняли, но это ошибка не синхрониста ни в коем случае. Это ошибка, ну, такого среднячка, не синхрониста. Романы, Олег, это novels. Новелс. Есть еще пьесы, да, тоже пишешь? Да. Пьесы – это plays, а слово играть. Плейс. А новеллы – это и есть романы? Нет. Ну, в русском понимании это не синхрон. Ну, как, это просто разные виды. А что, романа нет вообще на английском? Новелл – это роман. Новелл – это просто роман. Вот, я и говорю. Да, play – это пьеса. Есть. В английском языке, как таковом, роман – это стандартный, стабильный перевод. Это novel. Здесь, опять же, он не стал говорить, что такое новелла. Я не знаю, знал он, что такое новелла или не знал. То есть, если посмотреть в переводчике, есть прям новелла, то есть, есть прям вот транслитерированное слово. Можно просто short story, но вообще, как правило, новелла, то есть, там прям есть список, то есть, как между собой разделяются произведения, их названия. сопровождаться буквой «Н». Это что означает? Если после этого идет сразу гласная буква, чтобы не звучало «ээкто». Слипно, да? Да, «ээкто». Просто для, исключительно для благозвучия. Опять-таки, вот этот звук «Н», он отражает, откуда произошло это слово. От слова «one», один. «Н акто», «Н актрис». Про артикль тоже не до конца сказал. Дело не в букве, а в звуке. То есть, если мы хотим сказать честь, должна быть «Н», «Онер», а не «Э», «Онер», хотя начинается с буквы «Эйч». Это тоже все очень важно, но он об этом не говорит. А «Мувис» — это что, сериалы? Нет, «Муви» — это фильм. Тоже фильм? Это просто, да. Слово «Муви» происходит от слова «Мув». «Мув» — значит «двигаться». А это тот же корень, что слово «кино». «Кино» — по-гречески значит «движение». «Кинема» — движение. Это прямой перевод на английский. «Мув» — это «движение». Здесь прям тотальная ошибка. «Синема» — это именно место, где вы смотрите кино. Именно место, то есть кинотеатр. Это кино, ну, в обычном его понимании. Вы не можете говорить «I like to watch cinema». Так нельзя сказать. «I think they do snakes with the good...» В хорошем смысле. «In a good sense». Можно сказать «They are snakes in a good or positive sense». «In a good sense» — тоже так никто не говорит. Все говорят «in a good way». «In a good sense» — это здравый смысл. «In a good sense» — это ни в коем случае не в хорошем смысле. Это здравый смысл. То есть это именно «здраво мыслить». То есть это вообще две разные вещи. «I work from TV». «TV». «I work for TV». «Вы, а надо сказать «for TV». «For». Это буквально «для». «I work for TV». То есть «on TV» нельзя сказать? Нет, нет. «In TV». «In TV». «On» — это всегда будет означать или «на», или «по какому-то вопросу». Например, «we can speak on this subject». «По этому вопросу». Но однако, когда я открыл статьи, вот обратите внимание, там есть «in TV». Есть. Не только «for TV». «For TV» я вообще нигде не нашел. Ну, хорошо. Окей. Ладно, я думаю. Наверное, допустимо. Но так категорично об этом говорить — это неправильно, так нельзя. А «it» — это что у нас? «Ono». «It» — нет. В английском языке нет слова «ono», потому что нет рода. А как это? То есть в русском языке есть понятие «мужской», «женский», «средний род». Да. В английском языке нет ни одного. Слово «it» — это означает просто «это». «Это». Оно никакого отношения к «ono» не имеет. И, к сожалению, многие кому-то в школе, кому-то где-то еще писали, что «he», «she», «it» — это три рода, так и остались в этом заблуждении. Я вдруг вспомнила. В английском языке рода нет. Там есть один общий род. Он, она — это... Здесь я тоже не понимаю. Здесь он говорит, что «it» все-таки нету, и его никто не использует, то есть его нельзя использовать как род. Он или она? «He», «she». Или какой-то предмет. «It». «Is». Ну, в следующем уроке он говорит, что «it is» можно сказать, да? В чем логика? Мы же можем использовать «it» с глаголами. Ну, допустим, «I like my cat». «It came to me when I was a child». То есть она ко мне пришла, когда я был ребенком. За одну минуту 50 тысяч слов английского, и не только английского языка. Безрабатывать большие деньги, конечно. Да, самая простая. Да, ситуация простая. Значит, в английском языке и в русском языке, и в ряде других языков есть достаточно большое количество слов с однотипным окончанием. Например, в русском языке около 50 тысяч слов заканчивается на «ci-ya» или «sia». В английском языке большинство этих слов имеется такое соответствие. Тот же самый корень, а окончание выглядит вот таким образом. И произносится «shin». То есть, ну, допустим, революция. Револю... Информация. Информация. Ребята, когда делал свой фейковый вебинар, я не знал, что этим реально кто-то пользуется. Итак, ну что, поехали. Первое слово, которое мы знаем, первое слово, которое мы знаем, это «default». 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 Пишите, пожалуйста, в чат, что такое «default». Я уверен, что вы знаете это слово. Я знаю, что вы знаете это слово, я это прекрасно понимаю. И, скорее всего, и, скорее всего, ваш мозг, вот сейчас, вот если вы... Вам нужно только поверить. Я знаю, что такое «default». Я знаю, что такое «default». И как только вы начинаете ваш вот этот... Вот эта фигня начинает трескаться у вас, то вы сразу же поймете. Абсолютно верно. «Default». Молодцы. Молодцы. Это «default». Абсолютно верно. Это «default». Все правильно. Я вам честно признаюсь, я не знал, что этим кто-то пользуется. Я просто придумал херню какую-то из головы. Тупую. Я собрал просто кучу всяких разных слов, чтобы было весело, чтобы вы сами поняли. Я не знал, что Петров реально так делает. И опять же, это не для красного словца сказано. Он это говорит на своем YouTube-канале. Он реально в это верит. Вот несколько таких ключей. Почти все русские слова с окончанием «ция» или «сия» имеют в английском языке такой эпивалент. Тот же корень плюс окончание «шн». Традиция. «Tradition». Агрессия. «Agression». Уточним, если окончание «ация» в соответствии в английском «ation». «Nation». «Nation». «Трансформация». «Transformation». «Импровизация». «Импровизation». «Информация». «Информation». «И получается какая-то чушь непонятная». Там этих ложных друзей-переводчиков просто до жопы. Опять же, когда вам будут говорить эти слова, не нужно, чтобы вы их воспринимали буквально. Мол, «innovation» — это инновация. То есть, это может быть просто нововведение. И так далее. То есть, Петров, как синхронный переводчик, должен был это знать, потому что этому учат везде. Эти вещи, они нелогичны. Они, наоборот, мешают обучению. Вот в чем дело. «Почему так происходит? Носитель языка английского может быть абсолютно неграмотным человеком и не знать, что это какая-то форма времени, вспомогательные глаголы. Он и слов таких может не знать. Но для него существует глагол «быть». И он воспринимает его буквально. Он говорит, что «я есть говорящий». Вот сейчас «я есть говорящий». Или «вчера в это время я был говорящим». «I was speaking». А завтра, вот если ты зайдешь в это время, «I will be speaking». «Я буду говорящим». То есть… А период указать или нет? Как понять, «я буду говорящим»? Можно же сказать, «я буду говорить». Конечно. «А у speak». Поэтому… Какая разница между «ul speak» и «al speak»? Поэтому вот эта форма оправдана только если мы указываем конкретное время. Только так? Да. Вчера в пять часов, завтра после обеда, или сейчас, вот в этот момент. А если вчера весь день или с 23 по 24 ноября? Тогда это не оправдано. Тогда мы скажем как? «I spoke». А, все. «Yesterday I spoke all day». То есть если день тянется? Вчера я весь день говорил. Если неопределенное время, да, не какое-то конкретное. А если конкретное, да, тогда мы уточним. Если мы конкретизируем момент, то есть или по факту сейчас, вот когда я говорю, «I am speaking». А точно так? А я вот нашел, что можно использовать past continuous, когда вы говорите «all day long», причем не на одном источнике. И когда время дается конкретное, с пяти до шести, допустим, ну, опять же, конкретное время, но это промежуток, там тоже можно использовать past continuous и так далее. То есть, ну, нельзя об этом говорить так категорично. Я еще понимаю, если бы он сказал, «Там очень много разных всяких моментов, да, очень много разных всяких вариантов, и очень часто это все смещается». Вы можете услышать одно, но, тем не менее, по учебнику будет по-другому. Я это все прекрасно понимаю, я бы ни слова не сказал. Но он здесь говорит категорично. Зачем? Почему? Мне непонятно. Опять же, это не все ошибки. Я очень многие вырезал, потому что, ну, я не могу весь ролик посвятить этим ошибкам. Причем так получилось, что для этого ролика мне помогали собирать информацию. Дима, респект тебе, спасибо, ссылка на него в описании. Спасибо ему огромное за то, что он просматривал эти ролики, также вместе со мной помогал найти информацию, скидывал мне всякие видосы, и мы с ним смотрели, разбирали, общались на этот счет. То есть, опять же, повторюсь, у меня тоже есть эти ошибки, они есть у каждого разговорящего человека. Но он синхронный переводчик, который переводит для Путина. То есть, мы снова можем сделать вывод, что он врет. Он врет о том, что он переводчик. Он не полиглот, он не переводчик, но, возможно, он знает английский. Да, возможно. Здесь я не буду ничего отрицать. Наверное, у него есть какие-то знания английского и так далее. Но чем он отличается от какой-нибудь учительницы в средней школе? Ничем, только именем. Понимаете, к чему я веду? Ладно, это что касалось ошибок. Давайте разберем саму его методику. Что же это за методика такая, которая поможет вам выучить язык? На самом деле, там все очень странно, потому что Дмитрий рассуждает вот так. Языка, когда я учу язык или обучение других, через систему, структуру глагола. То есть, глагол, то есть, слово, означающее действие. Я должен понять, какие его формы наиболее важны для конкретного языка и освоить их. Это первый базовый алгоритм. После этого я могу накапливать словарь, который в основном уже будет состоять из существительных, прилагательных и так далее. Но основу, все вот это ядро, с которого начинается разматывание вот этой спирали, это структура глагола. В любом языке, за который бы мы не взялись, по моему убеждению, надо все формы глагола давать сразу. То есть, чтобы мы сразу видели объемную структуру. Не так, что сегодня мы выучили это, через месяц, прошедшее время, через год в вопросительную форму. Все сразу, в первые минуты. То есть, он говорит о том, что нужно сразу все глаголы давать, все их формы, что на мой взгляд, ну, можно понять, но тем не менее, тоже выглядит очень странно. Итак, как происходит его урок? Для начала он разбирает какой-то грамматический материал. Чтобы сказать по-английски «я люблю», «I love». И эта же форма действует для слов «you», «we», «you love» означает «ты любишь» или «вы любите». Теперь, если лицо третье, то есть он, она, «he», «she», то здесь у нас добавляется буква «s». «Он любит», «he loves», «она любит», «she loves». То есть, вот основная форма. Время настоящее, утверждение. И потом, по итогу, у него получилась вот такая вот таблица. И приправляя ее всякими вот такими веселыми фразочками и очень спорными заявлениями. Это слова, указывающие на половую принадлежность человека, но это не грамматический род. То есть, в русском языке есть «большой», «большая», «большое». В английском языке этого нет. Там все будет «big». Если я по-русски поиграю литературно со словом «оно», там приколюсь как-то, то меня не смогут перевести. Абсолютно. Исключено. То есть, мы не можем сказать про ребенка или про человека «it». Не можем, да? Ну, а как же, откуда доберутся все эти шутки, что, мол, типа, это вообще что такое, что это за чудовище, когда говорят про человека, что он не он, не она, он именно «it». Почему детей многих называют «it», потому что их не любят, потому что они гадкие, мерзкие, даже не люди? А? Конечно, можно. Это, опять же, вводит в заблуждение. Это не так. Но есть другая половина, которые вызывают благоговение и ужас, потому что называются неправильными и потому что с детства все помнят вот эти таблицы с тремя формами, там, сотни каких-то глаголов. Так вот, на самом деле в базовом списке, который нам и надо освоить, довести до автоматизма, их половина. То есть, ну, 20-30 глаголов, которые нам надо действительно освоить. То есть, нам всего нужно 350-300 слов для, ну, базового уровня и где-то 20-30 глаголов. Ну, конечно же, это не так. Самое ужасное, это когда несколько времен сочетается в одном предложении. Вот тогда очень сложно все это. Вот это должно работать на автоматизме. Как только это работает на автоматизме, эта проблема просто уходит. Ну, и опять же, тут она говорит совершенно про другое. Она здесь говорит про согласование времен. То есть, как в одном предложении согласуются разные времена. Он ей говорит, доведите до автоматизма и все. То есть, опять же, я понимаю, можно это все сместить на то, что, мол, да вы знаете, ничего страшного, мол, вам пока для вашего уровня этого все не нужно, говорите просто раздельными предложениями или там, если вы будете говорить с пользой неправильного согласования времен, вас поймут, типа, то есть, для этого же, по идее, передача. То есть, почему бы не говорить об этом? Нет, он просто говорит, что, да нет, до автоматизма доведется и все. То есть, как только вы доведете это до автоматизма, у вас проблемы с согласованием времен тоже пропадут. Ну, как бы, этого он, конечно, не говорит, но, тем не менее, имеется в виду именно это. Плюс, некоторые объяснения правил меня вообще убивают. Для того, чтобы образовать прошедшее время, добавляется буква D. То есть, я любил, I loved, ты любил, you loved, он любил, he loved, she loved, we loved, почему здесь просто D, почему здесь просто D, если это loved, что в open тогда тоже должно быть opened без ED, ведь это нигде не объясняется, опять же, он дает именно те глаголы, в которых на конце есть И. Почему? Почему так? Я не думаю, что он этого не знает. Ну, тогда какая в этом цель? Я не понимаю, честно, я не понимаю. Ну, ладно, это все ладно, это все ладно, это простая грамматика, там не очень сложные ошибки, а вот что делать, когда пойдет речь о сложной грамматике, то есть, смотрите, present simple в принципе объяснил нормально, то есть, там будущее, прошедшее, настоящее, как бы, тут ладно, никаких проблем, фиг с ним, есть да есть, хорошо, что касается continuous, он уже показал как-то очень однобоком, то есть, только точное время, что на самом деле далеко не так, но у нас же есть еще одна группа времен, о которой он говорит, это perfect. Так вот, кроме того, что он означает иметь, обладать чем-то, этот глагол еще используется для следующей группы времен, когда нас интересует не факт действия, не процесс действия, а его результат, то есть, условно говоря, ключевые слова, ключи, здесь факт, здесь процесс, и здесь, наконец, результат. Носитель языка английского не обязательно грамотный человек, но он знает, что have, это означает иметь, поэтому иметь, означает иметь результат какого-то действия. Например, I have loved, я любил, то есть, я знаю, что это такое. Что это означает? I have seen, это означает, я имею что-то увиденное. I have seen this film, да? I have seen this film, so I know about it. I know who plays the main role. То есть, только если я полной информацией, как будто владею. То есть, если меня интересует просто сам факт, что я посмотрел фильм, I saw this film. Окей. А ты знаешь ли ты, ты знаешь, вот я вчера смотрел фильм, и жутко мне не понравился. Я тебе его сейчас расскажу. Здесь можно ответить. I have seen this film. Не надо мне рассказывать. Я все знаю, про него. Я все знаю. И последний нюанс, это то, что этот результат мог быть и в прошедшем времени. Вот с этим я никак не могу сказать. То есть, это означает, что вчера Володя мне рассказал, что он посмотрел этот фильм. Yesterday, he told me, that he had seen this film. Это значит, что если сейчас я вам говорю, I have seen this film, я его посмотрел, вот к этому моменту, я имею опыт. А он мне рассказал, что он вчера уже имел этот опыт. Аск, повторите, пожалуйста, эту фразу. Yesterday, Володя, что он сделал? Told me, рассказал мне, that he had seen, that he had seen, Смотрите, любое действие приводит к какому-то результату. Только потому, что он сказал тот. Но мы не всегда хотим говорить об этом результате. Чаще всего мы говорим о факте. Как он будет скрывать? Чаще всего мы перечисляем события. Пошел туда, увидел того, поговорил о том. Не важно. А если я хочу подчеркнуть, я встречался с этим человеком, поэтому я знаю его. Я прочитал эту книгу, поэтому я знаю, о чем она. Вот если мы хотим это подчеркнуть. Но я так понимаю, что и в have, и в had, все это прошедшее я уже прочитал. Но had, это прошедшее как вчера, как год назад. К тому моменту, когда, когда, когда произошел событие дома. Он мне сказал, да. Да. То есть сначала он сказал, а потом я... Вот нас интересует меня только тот факт, что он мне сказал. Я не знаю, может он и не видел фильм, но он мне сказал. И вот к тому моменту, как он сказал... Он уже посмотрел. Да. К тому моменту... То есть главное событие, что he told me. Он сказал мне. И вот тут, ребят, вы меня хоть убейте, я ни хрена не понял. Ну вот реально, типа он здесь вообще сказал, что это просто факт, и все. Ну окей, факт и факт. Есть такое значение? Конечно, есть. Изначально-то это имеет в виду о предшествии действий. И past perfect в первую очередь означает предшествование действий. Это везде написано. Во всех учебниках это идет как первое употребление. То есть, что past perfect идет перед past simple. Это основа. И он об этом даже не упомянул. И как вы думаете, потом они это разбирали? Нет. Этого даже не разбиралось. Он просто сказал что-то и все. То есть, понимаете, настоящий педагог только на одно время perfect должен потратить хотя бы один урок. Потому что там нужно прогнать, нужно разобрать со всех сторон, нужно дать примеры, нужно попробовать, чтобы люди сказали какие-то вещи, да. Нужно попробовать составить предложение там, да. Нужно какой-то диалог сделать, поотвечать на вопросы, чтобы разобраться как-то, чтобы в процессе говорения эта грамматика усвоилась. То есть, пускай будет объяснение на русском. Хорошо. Типа, я опять же говорю, я сам выучился на системе традиционного образования. То есть, я же как-то, ну, научился говорить на английском в какой-то мере, да. И то я так думаю, и то мне сейчас трудно говорить, потому что я не помню, как мы там учились. Мне кажется, там все-таки было более смешанное, потому что мы очень много говорили на английском там. И в принципе, мы очень часто разговаривали на английском. Грамматика нам точно объяснялась на русском. И я не против этого. То есть, пожалуйста, объясните грамматику на русском. Но, ну, употребление-то нужно как-то тоже проходить. То есть, нужно взять present simple и один урок его гонять, если уж вам так хочется. Теперь несколько слов о грамматической компетенции. Петров совершает ошибки, которые должны быть предупреждены школьным курсом иностранного языка. Типичный пример грубой, граничащий с преступной небрежностью в немецком полиглоте, Петров путает использование вспомогальных глаголов, сразу извиняюсь за произношение. Зайн и Хабен для образования прошедшего времени. Материал средней общеобразовательной школы. Следует также заметить, что Петров ни разу за исключением одного очень показательного случая не был замечен говорящим на иностранном языке именно в коммуникативном ключе для сообщения сведения, раскрытия своих мыслей и так далее. Поэтому речевой материал, который есть, крайне скуден. Но даже после его изучения ясно, что с живым языком этот человек не работает. И что касается самой методики, опять же, я вам скажу так, я не являюсь ярым противником вот этой грамматически-переводнической методики. То есть, когда мы рассказываем грамматику на русском языке, там какие-то слова на русском языке и так далее. Я не такой ярый ее противник. Я все понимаю. Я даже считаю, что все-таки русский язык, он иногда, но должен присутствовать, если у нас вот только русские сидят. То есть, там, когда, допустим, нужно объяснить какие-то нюансы во времени, возможно, их лучше объяснить на русском языке. Я это понимаю. Нет, ну и причем, я понимаю, что нынешняя коммуникативная методика, которая нынче используется везде, и которая на самом деле является очень-очень продуктивной, я не считаю, что она плохая. Я считаю, что нужно использовать комплексную. Я считаю, что нужно по большей части использовать коммуникативную методику, но при этом русский язык, это тоже не ваш злейший враг. Но то, что происходит здесь, я не понимаю. Это очень важно. Это очень важно, и вы убедитесь, что через два, три, четыре занятия эта структура будет работать автоматически. Как сказать, я работаю? Работаю? Work. I work? Как сказать, я не буду работать? I didn't work. Не буду. I will work. Я не буду работать. I will not work. Сейчас я посмотрю, где я отрицательный, да? Да, я не буду работать. I will not work. Пожалуйста, Михаил, как вы поступите с глаголом, например, открывать? I. Открывать – это open, да? Это да. I open. Как сказать, я открою? I will open. Я открыл. Ай. Ой, я что-то потерялся внизу. Внизу на что добавляется? Буква D. А. Где? Я ее пропустил. Open. А, open. Челка. Челка. Можно? Вы не подсказываете, потому что у меня сбиваются. Значит, ну что, просто добавляется буква D, это все. Ничего больше не может добавить. D. Open. I opened. Все. Как спросить? Ты открываешь? Здесь просто идет перевод фраз с русского на английский, с английского на русский, и опять же, все объясняется на русском. Ну ладно, здесь я могу понять, почему все объясняется на русском, потому что они нули. Хорошо, окей. Но что, других упражнений нет, что ли? Ну это вся его методика, у него другого ничего нет. Серьезно, если мы вырежем все разговоры, которые занимают половину урока, там получится где-то 20 минут, где они, он 5 минут объясняет правила, и 20 минут они просто переводят слова. Серьезно, то есть это так, вы можете посмотреть, сокращенная версия. Как так? Почему? Это не методика. Это вообще не методика. Так работает со всем, абсолютно со всеми темами. Сами посмотрите. То есть я хочу быть, например, это как сказать? Я хочу, я хочу быть твоим другом. I want to be your friend. Да. Where. Where означает где или куда. Аня, как спросить, где ты живешь? Where do you live? Да. Где он работает? Where does he work? А как спросить, куда она пошла? Where does she go? Нет, прошедший. Where did she go? Как спросить, например, Александра, где ты путешествовал? Путешествовал. When did you travel? А когда ты будешь путешествовать? When will you travel? Да, when will you travel? Алиса, как сказать, я поговорю с тобой? I will talk to you. Да. To you. Ну, хорошо, да, можно сказать with you или to you. Опять же, обратите внимание, там, когда речь зашла об артиклях, они их не практиковали. Кстати говоря, это то, что называют артиклями, тоже вызывает у многих наших статистиков, потому что в русском языке нет артиклей, недоумение, зачем и откуда это взялось. А на самом деле, я считаю, что артикль надо сразу объяснять с того, откуда он взялся. The это всего лишь сокращенная форма слова этот. И ленивые англичане, чтобы слишком часто не произносить this, this, стали произносить просто the. А это сокращенная форма слова one, один. О, как интересно. Чтобы не злоупотреблять словом one, 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 стали просто говорить э. Поэтому, когда говорят о профессии, я являюсь одним из писателей. А если, скажем, будет звучать вопрос, «Где же этот писатель? Который создал это? Да где он?» Тогда Олег смело выйдет вперед и скажет «I am the writer». Вот я тот самый. Кто? Кто? Где он? Кто? Я. Да вот же он. Итак, Олег, если вдруг кто-нибудь поинтересуется, what do you write? А что вы пишете? I write books, roman and почему? Потому что артикли, ну, по сути дела, перевести невозможно, а все его обучение строится на переводе с одного на другое. Я, конечно, понимаю, что он синхронист и, возможно, методику преподавания он не учил, но, ребята, это очень странно. Ну, типа, реально, в методике соблюдается очень много разных факторов. Нельзя просто, будучи переводчиком, брать и учить людей переводить. Типа, я понимаю, если бы у них была задача именно быть переводчиками, и он бы им там говорил, вот используйте грамматические трансформации, лексические, но он даже этого, ну, как бы я вообще не понимаю, то есть, то есть этот курс, он не имеет ничего общего с каким-то реальным обучением. Но смотрите, в чем строится хитрость. Дело в том, что они позволили на передачу людей с абсолютно разным уровнем. Тут есть епифанцев, которые на английском говорят очень плохо. Если в одном, то и на муви. А если вообще в фильмах, то и на муви. Да. И на муви. Вообще. Или в синема. Next time I want We You will stage поставить We will be We will be Play We will play We will play Together You will play together. Yes. А в этом случае мы будем We will play We will play. Просто будущее и втюждение. Есть еще там пару человек, которые говорят плохо. А есть девушки, я, честно говоря, не знаю имен, у которых уже есть база, некоторая база, и у которых уже разговаривали на английском. И что же вы думаете? Обратите внимание, как где-то к десятому уроку они начали разговаривать. I think I will go for a walk with my daughter maybe because I live after horse riding Yes, after horse riding because I live in a very good place in a forest in a forest in the country or out of town Out of town, yes. Where do you live? I live in the north of Moscow область Region Yes. Yes, in a very nice place on Ярославская страссе Highway Highway Yes. It is there are a lot of trees and everything is деревья and the time change What kind of trees do you have in your garden? Да все больше березки Нет, нет, там ели а как будет ели я не помню The tree Спрашивайте тоже по-английски It depends on It depends on traffic I want I want she I want I want her to be I want her to be happy If she will be happy being actress Okay she should be an actress But I'm not sure для чего это делается Это делается для того чтобы показать что в его курсе действительно есть прогресс Посмотрите Вот кто учился тот смог заговорить Но опять же мне могут сказать Да Кирилл ты дурак Нет, вот это просто она реально училась и она научилась Ребят она использует такие конструкции о которых он даже не говорил Она использует герунди она использует depend on о котором он сказал после Я понимаю что это передача тут все подстроено и актеры здесь взяты специально чтобы было интереснее смотреть потому что они как бы харизматичны, и, возможно, им выдали какой-то сценарий. Я этого не буду утверждать, потому что, ну, нельзя сказать однозначно, потому что они порой задают вопросы, и порой сам Петров такой не знает, как мне их ответить, и такой, ну, я не знаю. Я, короче, не знаю, возможно, там было наполовину, как делается в Доме-2. Там он дается сценарий, и плюс еще записывается то, как они сами что-то делают, какую-то дичь творят. Мне кажется, здесь примерно то же самое. Понимаете, у Петрова, у него очень странная методика. Вот то, что в школах даже, в обычных школах, используют как фон зарядку, то есть чтобы ученики немножко разговорили, чтобы они там немножко свой речевой аппарат настроили, им задается, можно с ними сделать небольшую беседу, да, то есть там «How are you? What did you do yesterday?» И такие всякие простые фразочки, может быть, про кино, там тоже что-то связанное с их интересом обсудить. Но на это тратится там, ну, 10 минут, ну, 5 минут. У него 20 минут однообразной какой-то непонятной фигни. Потому что, опять же, повторюсь, урок – это вещь комплексная. Он должен формироваться из разных частей. Там где-то аудирование, там где-то говорение, там письмо, там чтение. Потом это все там как-то поменяли, получился диалог, там что-то они прослушали. Нельзя урок просто сделать из одного перевода. Вы так говорить не научитесь. Вы научитесь переводить. Это да, наверное, научитесь. Но говорить – это проблема. И опять же, повторюсь, это занимает 20 минут, они вот так разговаривают. А остальное – это какая-то непонятная чепуха, состоящая вот из этого. Английский язык. Что сразу приходит в голову? Интересно. Я не знаю. Нет уверенности, вы почему? Нет, у кого-то образ может быть визуальный. Почему невозможен идеальный учебник для всех? Потому что у всех разные образы. Есть люди, которые воспринимают зрительно, зрительные ассоциации. У кого-то может какая-то быть звуковая ассоциация. Слуки, песен, голос чей-то, какие-то слова. Кто-то может увидеть ассоциацию через вкус или запах, или воспоминания, или какие-то физические ощущения. Но это очень важный момент, потому что он дает нам эту объемность восприятия. Это что имеется в виду? Эмоциональное восприятие, конечно. Эмоциональное и образное. Эмоциональное – это то, что связано с мотивацией. Почему мне это нужно, почему мне это интересно. А образ – это что сразу, спонтанно? Без того, чтобы я специально вызывал себе какой-то образ, что пришло сразу? А вот что это дает, спонтанно? Это служит неким аналогом такого пароля, кодового знака, для того, чтобы войти в это пространство. Чтобы мы воспринимали язык не просто, как некая схема, написанная на доске или в тетради, а сразу воспринималось как некое физическое присутствие в новом измерении. Поэтому первое, что мы делаем, это вспоминаем вот это, нажимаем на эту кнопочку, чтобы пойти в этот образ и почувствовать себя там комфортно, ощутить свое присутствие. Это 100% ирландский. Что ты? Ирландский. А какой? А мне? Ирландский. Он достаточно похож на русский. То есть там рэ, там русское рэ, русское хэ. Да, там интонация очень приближенная. Рич. Такое, слова немножко оторваны друг от друга. Да, то есть рич, мэн. Ты же мастоватый. Ты же ближе к немецкому, да? Какие-то образы, опять же, какая-то фигня непонятная. О методической компетенции Петрова вкратце можно сказать следующее. Он предлагает работать над языком в отрыве от самого языка. В англоязычной методической литературе применяется термин language input, вводимый на занятиях новый аутентичный или адаптированный языковой материал, который постепенно становится сложнее по мере развития языковых навыков у студентов. Этого нового языкового материала не было вовсе. По мнению ряда коллег, Петров лишь перегружал память учащихся переводом искусственно созданных предложений с русского на английский на фоне полного отсутствия постановки перед ними коммуникативных задач. Он выдал грамматико-переводной метод при этом в худшем, наименее творческом его проявлении за инновационную методику. Метод, унаследованный от методики преподавания латинского языка в эпоху Возрождения. Метод, рассвет которого, например, в России пришелся еще на дореволюционную эпоху, когда методика как наука еще не стояла на научной основе. Современные учителя тщательно работают над совершенствованием техник организации работы в аудитории. Classroom management techniques. Которые у Петрова совсем не развиты. Так, например, он огромные относительно общей длительности занятия, отрезки времени затрачивает на собственные монологи на русском языке. Teacher talking time. В итоге время занятия расходуется нерационально. Складывается удивительная по своей нелепости ситуация. Непрофессиональный преподаватель, уровень которого по совокупности всех его компетенций не достигает даже среднего. Претендует на звание методиста-новатор. Человек, который берется обучать множество людей языкам для их использования в ситуациях общения, сам не демонстрирует навыков коммуникативной компетенции. И вот вы скажете мне, ну Кирилл, ну это же просто передача. Че ты прикопался к этой передаче? Ну ясное же дело, что на обычных уроках он будет вести себя по-другому. Серьезно? А знаете, нет. Есть у меня знакомая, которая на момент, когда Петров приезжал в Казахстан, там как раз таки проживала. И по совместительству она работает, работала там учителем иностранного языка. И у нее было тоже очень много разных друзей, которые посчитали, что это гениальная методика, что нужно пойти на его курсы за 16 часов и выучить английский. Ну и что вы думаете? Ни один из них не смог говорить. Петров человек, который говорит о языке, но при этом сам языку не учит. И опять же, вы можете мне сказать, мол, Кирилл, ну это так можно про кого угодно сказать. И про тебя тоже, там про твои уроки, и про уроки твоих друзей и так далее. В качестве доказательств я могу привести вам его книги. Да, по английскому языку, по китайскому трогать не будем, потому что, ну понятно, что по китайски он ничего не умеет и писал, скорее всего, не он. А вот английский, как я понимаю, если он в нем разбирается, возможно, составлял даже и он самостоятельно. В статье, на основе которой я сделал этот ролик, тоже упоминаются книжки Петрова, да, точнее конкретно одна книжка. В ту книжку перекочевали все ошибки, которые были упомянуты сейчас здесь, мной. То есть вот на этом курсе полиглок 16 часов. Но это старая книжка, у него есть новые две. Это базовый курс и продвинутый курс. И что вы думаете? Просто перевод. Вам дается тема, на этот раз она объясняется уже более подробно. Там уже нет такой чуши, что, мол, чтобы образовать время Past Simple, вам нужно просто добавить окончание D, D, точнее. То есть нет такого нет, там уже более подробно все рассказано, рассказано и про разные окончания. Но суть методики не меняется. Вам рассказывается тема, вам даются слова и вы просто переводите предложение. В продвинутом курсе там чуть получше, там еще даются пословицы и вам нужно перевести опять же предложение или ответить на вопросы. Ну хотя бы ответить на вопросы есть, это уже как-то замечательно. А так, по сути, они вообще ничем не отличаются от того, что он предоставляет на уроке. То есть, ну вот на этих уроках. У меня нет никакого основания сомневаться, что те уроки, которые он дает оффлайн, точно такие же, просто на перевод. Причем самое забавное, что в его центре, как он сам говорит, работают студенты. Вот я создал центр, где преподают мои ученики. А ученики, так как я сам преподаю в университете, у меня есть источник ценных кадров. На работу принимаются у меня только молодые, красивые, жизнерадостные. Почему? Ну я имею в виду красивые, конечно, душевные в первую очередь. Потому что душевная красота, она обязательно, неизбежно проявляется и во внешности. Потому что людям хочется учиться у таких, у тех, кто их не ругает, у тех, кто их хвалит, у тех, кто им помогает. Это очень важно. И опять же, ну студенты, у них-то, наверное, своя методика и все такое. А с чего вы взяли? Это его центр, значит, там его методички. Значит, там они работают по его учебникам. Значит, скорее всего, там все то же самое. Но только это ведут другие люди. Знаете, просто они добрые и хорошие. Но, тем не менее, сама методика там отсутствует. Потому что, как он уже сказал, он учит синхронных переводчиков. У них нет методики. Кстати, еще пару слов об университете. Я не нашел каких-то доказательств, что он реально там преподает. А в статье пишется, что знакомые авторы статьи говорят, что он и вовсе забил и не появляется вообще в университете. Это как раз-таки было в этом или в прошлом году. Я тоже в структуре университета его не нашел. И среди выдающихся преподавателей на его кафедре, где он преподает, я тоже никого не нашел. Есть всего лишь одна статья в университете, где он упоминается. Но, учитывая его заслуги, там 60-70-100 языков, которые он знает, в университете про него никто и ничего не пишет. Итак, что мы можем сказать? Знает ли Петров языки? Какие-то знают. Английский знает, возможно, испанский знает. Является ли Петров переводчиком? Да, скорее всего, является. Но является ли он таким именитым переводчиком, каким он себя называет? Нет, не является. Является ли методика Петрова такой уникальной и такой крутой? Нет, не является. Там вообще нет методики. И что, и все? И это все, что ли, Кирилл? И все, это все, что ты хотел сказать? Ну, какая разница? Ведь его уроки помогают. Ведь его уроки могут вам помочь. Ребят, я вам скажу так. Вы, если хотите, вы можете смотреть его уроки. Хотя я, по-моему, уже показал, что его уроки как таковой ценности не имеют. Возможно, единственный урок, который имеет ценность, это первый, в котором он рассказывает самые основные истины. Ну, может быть, второй. Когда речь заходит о более сложных моментах, там ничего нет. Там, наоборот, все запутано. Там все очень непонятно рассказано. И как они вам помогут, я не знаю. Да, признаюсь, я сам ссылался на Петрова, когда делал разбор Вени Пака и Марина Могилка. Да, было такое. Но я признаюсь честно, я не смотрел тогда все уроки Петрова. Я посмотрел первый и думаю, ну, в принципе, окей, наверное. Да, там какие-то, видимо, есть достатки, но чувак что-то рассказывает, почему бы и нет. Сейчас я считаю, что я был неправ. Я так не должен был делать. Это была абсолютная ошибка с моей стороны. На тот момент я действительно считал, что он умеет разговаривать на языке. И действительно думал, что его уроки можно взять хотя бы в качестве бесплатной основы. Возможно, так оно и есть. Но я, опять же, очень не рекомендую после просмотра всех его роликов. А перед тем, как перейти к выводу, я все-таки хочу задать один вопрос. Почему Петров такой популярный? Не имея какой-то методики, не имея каких-то очень сильно глубоких знаний, почему он популярен и почему у него так много поклонников? И на этот вопрос нам тоже ответил автор статьи. Приемы Петрову, помогающие ему ввести в заблуждение слушателей. Отправная точка – создание личного бренда Полиглот на неправдивой основе, который сразу же поднял его над массой преподавателей иностранных языков и вооружил некой стратегией Полиглота Петрова, который, согласно легенде, могут овладеть все желающие. Девиз его школы – «Полиглотом может стать каждый». Статус университетского, якобы действующего преподавателя перевода, переводчика-синхрониста – миф о прожженном профессионале в области практического владения языками, количество которых меняется из одного интервью в другое. Те немногочисленные высказывания Петрова о своем переводческом опыте дают основания усомниться в том, что он действительно профессионал в этой области. Например, он не различает виды устного перевода, противопоставляя устный перевод синхронному. На самом деле синхронный перевод – это разновидность устного перевода наряду с последовательным. Попытки превратить лингвистические знания в мистические, эзотерические, а сам язык – вещь в себе, из которой невозможно вычленить структурные элементы, поэтому и воспринимать его нужно как пространство его излюбленное слово, в котором приятно находиться. Другими словами, ловля рыбы в мутной воде. Дискредитирующие любого специалиста-языковеда утверждение о том, что грамматическая система языка зависит от уровня социально-экономического развития народа, который им пользуется. Представление журналистских уток лингвопрагматической мудростью. Придумывая наукообразных, но отсутствующих в научном обиходе и не обладающих конкретным объемом значения терминов. Лингвобайт – языковое гостеприимство. При этом неизменно делается оговорка в духе «я так вижу». Раздача советов, которые не только не помогают в изучении языка, но вполне способны нанести существенный вред процессу обучения. Например, имитация фонетических особенностей иностранного языка на родном языке вместо отработки произношения на изучаемом и прочее. Обособление себя как якобы специалиста-языковеда и психолингвиста от каких бы то ни было школ научной мысли. Иначе деконтекстуализация своей деятельности. Создание вокруг нее информационного пузыря, попав в который студенты или слушатели не смогут понять место Петрова и его метода в общей системе научно-методических координат и будут вынуждены воспринимать метод как творение уникального специалиста, у которого не было ни одного предтечи. Применительно к массовым сеансам на примере обучения казахскому языку, которым Петров не владеет, использование техник работы с аудиторией, основанных на воздействии определенных цветов и гипнотической музыки, полумрак, который приводит скорее к усыплению аудитории, чем к активизации мыслительных процессов для овладания информацией. Отрицание или напускное равнодушие к общепризнанным наработкам профессионального сообщества. В частности, Петров пренебрежительно отзывается о системе уровней владения иностранным языком, используемом в Европейском Союзе, CEFR. Ознакомление с его аргументами указывает на его плохую осведомленность в этом вопросе, вплоть до того, что он вообще не понимает цели и задачи, которые ставило перед собой профессиональное сообщество при разработке этой шкалы. Вместе с тем, в одном из интервью Петров предложил свою систему, которая была настолько слабо проработанной и явно копирующей CEFR, что создалось впечатление, будто он выбрал ее в ходе разговора. И что у нас по итогу получается? Петров такой милый, добрый человек, такой гуру английского языка, на самом деле наживается на работе обычных преподавателей, и тем самым принижая работу преподавателей, ведь он говорит, что больше года вы учить язык не должны, подкрепляя к себе доверие, что он работает каким-то очень крутым переводчиком, какими-то эзотерическими фактами, которые трудно подтвердить научно, какими-то непонятными фактами о языке, которые тоже трудно подтвердить. Тем самым он просто набивает себе очки, чтобы вы ему доверились, чтобы вы поняли, что то, что преподают в школе, то, что преподают на других курсах, это все неправильно. Вот в его центре, или если вы купите его курс за 16 часов, его матрицу, скажем так, то вы научитесь говорить, вы научитесь понимать, вы сразу же войдете в язык. Мы имеем очень дутую куклу, мы имеем абсолютно обычного выпускника вуза, да, который, возможно, знает какие-то нюансы, возможно, где-то что-то перехватил, возможно, даже знает какую-то информацию о языке, возможно, он даже может преподать вам грамматику. Но чем этот преподаватель отличается от любого другого преподавателя в средней школе? По мне, только лишь тем, что он не знает ничего о методике преподавания. И вы знаете, любой из вас может выучить английский язык за 16 часов, и любой из вас может его преподать. Ведь не важно, какое будет ваше произношение, не важно, какая у вас будет грамматика, не важно, сколько вы понимаете и сколько слов вы знаете. Самое главное – сделать вид, что вы знаете. Самое главное – это показать, что вы уверенно говорите какую-то глупость. И ведь люди поверят, ведь люди не будут проверять. Они посмотрят и потом купят ваши курсы. Ведь если этот человек смог выучить язык за 3 месяца, то и вы сможете. А самое главное – у вас научит. Понимаете, он вас научит, потому что он знает уже, как это делается. Понимаете, есть таблетка, и он вам ее даст. Из чего, на ваш взгляд, складывается популярность Дмитрия Петрова, и кто, по-вашему, составляет круг его почитателей? Главный двигатель популярности Петрова – это мощная медийная компания, которая приводится при содействии его друзей, финансово заинтересованных в успехе проекта Дмитрий Петров, уникальный методист и полиглот, а также ряд техник психологического влияния на целевую аудиторию, которую Петров отработал еще в начале 2000-х, когда был активным участником мистического центра ШААКТИ и группы «Свободные мистики». Проводя в Казахстане тренинги, якобы по психолингвистике, хотя ничего общего с этой наукой они не имели, а скорее походили на сеансы группового внушения в духе телевизионных евангелистов. В этом свете симптоматично звучат слова друга Петрова, казахстанского журналиста Борейко, о том, что Петров – языковой евангелист. Круппочитатели Петрова – это, с одной стороны, профессиональные фанаты, а по сути пропагандисты, о которых говорилось выше. Они заинтересованы в его успехе, потому что в то или иное время оказывали ему поддержку на государственном уровне или спонсорскую помощь. А проекты, в которых Петров выступает приглашенным лектором, приносят им постоянный доход. Лектории «Прямая речь» в России, лектории «КЗ» в Казахстане. С другой стороны, в число его почитателей входят широкие слои населения, которые по старой привычке воспринимают информацию, транслируемую в средствах массовой информации, как истинную, и не пытаются даже поставить ее под сомнение. Даже признаваясь в том, что далеки от темы преподавания языков, эти люди, тем не менее, часто заявляют, «Петров – капитальный красавчик», поэтому чушь нести не может. Телеканал «Культура» – это бренд, поэтому глупости показывать не станет. На фоне этого безусловного принятия истинности слов Петрова, им начинает казаться, что язык, столько лет для них недостигаемый, наконец-то стал доступным, ведь барьер критического восприятия максимально снижен в результате действия эффекта «Реола». Как-никак сам языковой евангелист преподает, грех не научиться. Когда Петрова критикуют и называют явные примеры его вранья и некомпетентности, они реагируют крайне агрессивно, проклиная своих оппонентов и в отдельных случаях угрожая физической расправой клеветника. Для них Петров не преподаватель иностранных языков, а учитель, святой человек, как выразился один из преданных поклонников. Петров только лишь выглядит таким добрым и хорошим человеком. Просто, понимаете, он не говорит о своих претензиях открыто, он говорит очень мягко, он говорит завуалированно, но тем не менее все понимают, в кого он бросает камни. Петров, как и подобный ему Алекс Рубанов, Юлия Горбовская, Михаил Шестов и прочие, можно продолжать до бесконечности, не хотят вас научить. Более того, они не могут вас научить. Они хотят срубить с вас денег. А чем мы отличаемся, по сути, от детей? Да ничем. Ну так, небольшие есть физиологические нюансы, а в принципе, в каждом новом языке, который мы начинаем учить, мы такие же младенцы. А знаете, третий шаг английского вашей мечты заключается в том, чтобы изучать английский, как это делают дети. А каким образом это делают дети? Сколько времени нужно уделять иностранному языку? Это может быть несколько минут, но каждый день? Или 2-3 часа, но 2-3 раза в неделю? В изучении языка важен не столько объем, сколько непрерывность. То есть каждый день? Да, я знаю массу случаев, когда люди с энтузиазмом берутся за новый язык, говорят, теперь каждый день по 2 часа. Ну, правда, не сегодня. И завтра не получится. Ну, с понедельника, с Нового года. Как спорт. Никогда. Поэтому надо ставить реалистичную задачу. Пусть это будет 5 минут, 10 минут, несколько минут, но не пропуская ни одного дня. Пожалуйста, попробуйте заниматься по чуть-чуть, но каждый день. Хотя бы по 15 минут в день. Не пропуская ни одного дня, регулярно, постоянно, каждый день. Любой из вас, кто занимался хоть каким-то видом спорта или танцами, слышал от тренера, преподавателя, инструктора, не напрягайся. А доведи до автоматизма базовый набор каких-то базовых навыков и не напрягайся. Эти же правила без исключения действуют в отношении людей, изучающих иностранный язык. Весь профессиональный спорт держится на изоляции. Изолированные упражнения. Те, кто играет в футбол, они не поддерживают, чтобы не играют в футбол. Они большую часть времени тренировки не играют в футбол, а отрабатывают какие-то определенные действия. Но под конец этого видео я бы снова хотел обратиться к автору статьи. И мы спросили его, как же все-таки мы можем избежать мошенников и как вообще определить мошенника, который пытается якобы вас научить английскому языку. Дайте несколько общих советов о том, как распознать мошенников и шарлатанов среди преподавателей английского. Обилие мошенников в области оказания образовательных услуг вызвано тем, что в этой сфере ответ по гамбургскому счету затруднен. Поэтому для них существует широкое поле для маневра. Всегда можно списать свои недостатки на авторскую методику. Однако, несмотря на манипуляции мошенников, потребители образовательных услуг должны иметь хотя бы базовое представление о том, что методика – это наука, которая хоть и оформилась в научную дисциплину сравнительно недавно, но уже имеет четкие наработки, отчасти в результате взаимодействия со смежными дисциплинами педагогики, психологии, языка, знания и философии. Поэтому заявления об инновационности и уникальности – это первые признаки возможного обмана. Перечисленные ранее характеристики Петрова – это джентльменский набор мошенника в области преподавания языков, который может использоваться полностью или частично. Большинство шарлатанов не обладает коммуникативной компетенцией в языке, который преподают. Для удобства будем считать, что это английский язык. Именно поэтому записи их выступления на нем вы не найдете. Максимум, на что они способны – произнести заранее заготовленный набор из нескольких предложений. Попроси их записать очередной рекламный ролик, изменив язык вещания на английский, они мгновенно удалятся от такого вопроса на безопасное расстояние. Иногда с привлечением манипулятивных аргументов. О мне не обязательно разговаривать, так же, как и футбольному тренеру не обязательно уметь играть в футбол. Или записывать видео на иностранном языке смешно. Все и так знают, что я полиглот. Существует и другая категория шарлатанов. Они в силу жизненных обстоятельств, эмиграция в раннем возрасте, учеба за границей, хорошо усвоили английский язык и производят впечатление на неподготовленных слушателей своим произношением. Однако не имеют познаний в области методики и лингвистики. Особенно на начальном важнейшем этапе, о котором классик преподавания английского языка Гарретт Палмер однажды сказал «Позаботьтесь о начальной стадии обучения, последующие же стадии сами позаботятся о себе». Цель мошенников от преподавания – получить прибыль, как можно скорее при минимальных вложениях средств в собственную профессиональную подготовку. Поэтому подтверждение их знаний международными сертификационными центрами, курсы повышения квалификации, выступления на профильных конференциях – все это в их деятельности лишнее, поскольку не обеспечивает мгновенной отдачи. Эти лжецы всегда уникальны, всегда работают на скорость, а не перспективу, всегда предлагают секретный авторский метод, который на проверку оказывается в лучшем случае банальностью в кричащей обертке. Внимательное изучение биографии и деятельности потенциального преподавателя, здравый смысл, четкая формулировка своей целевой установки и осознание того, что работа над языком – это тяжелый труд по формированию навыков, способный уберечь от попадания в ловушку мошенников. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, пишите комментарии. И ни в коем случае не забывайте, что английский слишком easy. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!